Что Альянс эффективно использовал способности суперов, он также способствовал поддержанию безопасности в целом. Но игрокам не нужно было знать об этом. Игроки были ошеломлены, и какое-то время в их глазах был виден блеск. Они получили возможность участвовать в миссиях более высокого уровня выйдя в космос, и не могли дождаться, чтобы направиться в здание прямо сейчас. Однако все остановились, заметив, что Хансиа еще стоит без движений. Множество металлических шариков размером с кулак появились в большом холле Альянса наемников. Эти шары подлетели к игрокам и зависли перед ними на расстоянии вытянутой руки, образуя виртуальный экран при контакте. Это была своего рода автоматическая система управления, которая позволяла наемникам работать самостоятельно. Хансиа дотронулся до шара и открыл виртуальный интерфейс. Пожалуйста, введите имя пользователя или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить раздался из шара роботизированный голос. Хансиа выбрал опцию «Зарегистрироваться», и экран изменился. После ввода его идентификационной информации учетную запись можно было связать со своим банковским счетом. Хансиа ввел информацию своего банковского счета, после чего экран обновился и отобразил его основную информацию. В его резюме было только имя и единственная запись «Защитник звезды короткого рога». В его резюме будут автоматически записываться все его официальные достижения и, поскольку он только недавно вышел в космос, оно все еще было пустым, как лист бумаги. Эти достижения были по сути физической записью его репутации, но достижения, которые были достигнуты без свидетелей вокруг, вероятно, не будут зарегистрированы. Однако репутация интерфейса игроков была другой. Даже если никто не видел его деяния, очки славы по-прежнему будут увеличиваться. Хансиа требовалось взять себе прозвище. На планете Аквамарин его звали Черный Призрак, но ему казалось, что это имя звучит недостаточно властно. Он решил использовать новое имя, чтобы также заинтересовать игроков. Немного подумав, Хансиа медленно сказал «Хорошо, тогда назову себя Блэкстар». Черный Призрак больше подходил убийцам и звучал немного раздражительно. Он чувствовал, что новое имя звучит гораздо более праведно и вполне соответствует его образу. Великий механик Хан был доволен собой. Он выбрал черный цвет, потому что чувствовал близость с этим цветом. Он любил носить черную одежду и в прошлой своей жизни не потому, что думал, что она выглядит круто, а потому, что ему было лень стирать одежду. После ввода более подробной информации из шара вышел небольшой зонт и металлический голос прозвучал снова. Если вы супер, пожалуйста, высвободите свою энергию к этому зонду. Система проанализирует ваш класс и определит сложность миссии, которые будут соответствовать вам. Хансиа прикоснулся к зонду и высвободил искры энергии из кончиков пальцев. Он использовал около 80% своей силы, и на экране высветилась информация, что он является супером с класса. Сбор данных завершен. Создание файла. Код наемника. Блэкстар репутация. 10. Начальная репутация. Уровень силы. Цикласс. Механик сертификата и значки. Нет фракция или группа. Нет краткое описание. Наемник рекрут. Создание файла завершено. Данные введены в систему. Блэкстар. Добро пожаловать в альянс наемников. Глава 332. Блэкстар. Начало. Часть 2. В созвездии Колтон было довольно много возможностей, а база данных альянса наемников была самым простым способом найти миссии. Хансиа выбрал некоторые миссии, которые он знал. Стать вольным наемником было очень хорошим выбором. Можно заработать много денег, общаясь с крупными организациями. Это был свободный путь продвижения к более высокому статусу. Но план Хансиа был более масштабным, чем простое вступление в организацию. Следующее действие было самым важным. Интерфейс идентификации наемников имел опцию создать группу наемников. Хансиа нажал без колебаний. Вы уверены, что хотите создать группу наемников? Группа наемников была командой, состоящей из наемников, которые могли выполнять различные миссии. Группа наемников также имела рейтинговую систему, и все их действия записывались в систему. Даже миссии, выполненные индивидуально одним из членов группы, также записывались в рейтингах группы наемников. Также, если участник не справлялся с миссией или получал плохую оценку, это также влияло на рейтинг группы наемников. Запись Хансиа в его индивидуальном рейтинге миссий была все еще пустой, и поэтому в записи группы тоже ничего не было. Армия Небесного Кольца также являлась крупной группой наемников, которая выполняла миссии повсеместно. У них был широкий рынок и новые лица присоединялись к ним каждый день. Их репутация была хорошо известна. Любой желающий может создать группу наемников, главное, чтобы его репутация была не слишком плохой. Но есть и ограничения, можно создать только одну группу наемников. Нельзя создать новую группу, пока предыдущая не будет распущена. Пожалуйста, введите название вашей группы наемников. После некоторых размышлений Хансиа решил использовать свое кодовое имя и назвал группу группа наемников Blackstar. Он подтвердил название, и интерфейс изменился с личного на интерфейс группы наемников. Целевыми участниками этой группы явно были игроки, поскольку они должны были стать его чернорабочими. Ах, неправильно воинами. Жизнь наемников была чрезвычайно опасна, но игроки всегда могли возродиться, а значит в его группе не будет потерь. Эта работа идеально соответствовала естественному преимуществу игроков, и с игроками создание новой империи было в два раза проще. После того, как игроки присоединятся к моей группе наемников, мы сможем построить новую базу. В бездонных глазах Хансиа появился блеск, когда он ухмыльнулся. Строительство базы было одним из основных компонентов его плана. Это может связать игроков, сделав их звеньями в его танке, они будут более сконцентрированы вместе, что уменьшит вероятность их ухода. Это был план, который Хансиа, наконец, придумал после очень долгих раздумий. В то же время он мог бы наладить более тесную связь с игроками, и их отношения, возможно, могли перейти с чисто деловых в товарищеские. Если подумать, создание собственной группы наемников, в изначальном составе которого топовые профессиональные игроки, станет огромным событием во всем мире и привлечет еще больше внимания игроков. Затем он сможет использовать награды, чтобы заманить других умелых игроков и усилить свою группу наемников. Сами же игроки будут думать, что это результат их тяжелой работы. Подчеркивание вклада игроков может стимулировать рост фракции, и игроки могут найти смысл в борьбе за свою собственную организацию и рассматривать достижения фракции как свои собственные. В конце концов, это чувство принадлежности и гордости может создать удовлетворенность и завершенность в сердцах игроков. Нельзя недооценивать силу социальной принадлежности. Этот романтизм социальной принадлежности может распространить корни чувств в сердца игроков, а сила романтизма может воспитать солдат, которые умрут за свою страну. Для большинства игроков игры были просто развлечением. Элемент ролевых игр и возможность выбора фракции для игроков может еще больше укрепить видение и идеологию фракции. Кроме того, этот параметр привлечет еще больше игроков, которые захотят присоединиться. Сердце каждого будет наполнено страстью и преданностью. Чувство жертвовать своей жизнью ради организации, которую невозможно было ощутить в реальном мире, можно было испытать в видеоигре без каких-либо последствий. Хансио хотел пробудить этот романтизм в сердцах игроков ради своей фракции. Хансио хотел в своей фракции воплотить в реальность мечты игроков и стать идеальным лидером, который завоюет их сердца наряду с ростом его фракции. Хансио сможет заработать больше преимуществ и получить различные награды и достижения, просто вознаграждая вклады игроков. Весь этот процесс был бы добродетельным циклом, и благодаря этому Хансио сможет объединить силы игроков, которые в свою очередь помогут ему в достижении его целей. Создание группы наемников было первой стадией его плана, и с помощью шоу Банхиддага он сможет постоянно напоминать о своем присутствии. Как только версия будет обновлена, Хансио сможет просто махнуть рукой, и все игроки бросятся к нему, в надежде присоединиться к его фракции. Конечно, это был просто набросок плана. Фактическое исполнение было сложным, и для достижения конечной стадии потребуется много времени и ресурсов. Однако, как только план возымеет успех, он станет революционным для игроков, как и Альянсы и Орды в мире Варкрафта. World of Warcraft Это был проект новой империи Хансио. У всех вас есть требование зарегистрироваться в качестве наемника. Присоединяйтесь к моей группе наемников, и я позабочусь обо всех вас, сказал Хансио соблазнительным голосом. Бешеный меч не колебался и был первым, кто зарегистрировался. У него было только два правила. Во-первых, он мог хорошо питаться, следуя за Хансио. Во-вторых, Хансио всегда был прав. Другие игроки тоже постепенно присоединились, и Хансио улыбнулся, наблюдая за всем процессом, как будто он смотрел на семена, захороненные в почве, ожидая их роста. Дисплей быстро переключился на новый интерфейс. Группа наемников Blackstar Доверие. 10 численность. 47 членов класс C. 37 членов выполнено миссий. 0 активный регион. Нет записи. Нет создатель. Blackstar. Хансио. Дата создания. Календарь Галактики 2 октября 688. Краткое описание. Группа наемников-стажеров. Небольшая группа. Способности схожи между членами. Очевидной силы нет. Поскольку группа наемников была только создана, у них не было информации. Было три критерия для оценки группы наемников. Численность, сила и доверие. Первые два были требованиями, для определения, какие миссии организация может получить. Что касается доверия, это был уровень группы. Очки доверия можно было получить после завершения миссий. Доверие было основным представлением репутации. У многих работодателей были стандарты доверия к наемникам. Если показатель доверия был слишком низким, то работодатель мог отклонить заявку наемников. Доверие было также эквивалентно популярности. Конечно, в официальном документе не было такого неформального слова. Но в системе репутации она количественно оценивала общую репутацию группы наемников, и только Хансио мог ее увидеть. Лиги с другими членами Храма Бога ушли сами по себе, поэтому они были единственными игроками, которые не присоединились к группе наемников. Хансио был раздражен. В это время в интерфейсе Хансио появилась подсказка. Фракция сформирована. Группа наемников Blackstar функция управления фракцией активирована. Модель НИП добавила новую опцию под названием управление фракцией, которая появилась рядом с созданием подземелья. Я знал это. Хансио был взволнован. После того, как ему удалось открыть функцию создания подземелья, ему было интересно, какие еще функции были у модели НИП. Он ожидал, что опция управления фракцией будет одной из функций, но сам он ни разу не пользовался ей. Он полагал, что, поскольку он принадлежал к темной сети, главой которой был Беннид, функции управления ему не нужны. Он предполагал, что только путем создания фракции самому можно будет активировать эту функцию. И он был прав. Если бы интерфейс не заработал, он, вероятно, отбросил бы эти мысли, но теперь, благодаря интерфейсу управления, весь процесс упростился. Хансио быстро переключился на управление фракцией и поэкспериментировал различными функциями, становясь все более взволнованным, смотря дальше. Был только один способ описать эту функцию. Можно делать все что угодно. Глава 333. Blackstar. Начало, часть 3 управления фракцией было самым сложным среди всех интерфейсов НИП. Было потрясающее количество вариантов информации. Благодаря этому интерфейсу Хансио имел доступ ко всем функциям, относящимся к фракции, к которым имели доступ игроки, и он также мог раздавать миссии фракций, хотя и в ограниченном количестве. Уровень вознаграждения, который он мог выдать, зависел от его собственного уровня, ранга фракции, влияния фракции и легендарных очков. Лимит вознаграждения фракции 92.000 уровень лидера фракции 70, плюс 56.000 лимит вознаграждения, офицеры. Нет, НИП численность 47, плюс 20.000 лимит вознаграждения, слава. 2, плюс 4.000 лимит вознаграждения, легендарные очки лидера фракции. 3, 15% лимит вознаграждения, союзники и враги. Нет, 92.000 было лимиом для одной миссии, дневной общий лимит был в 20 раз больше, в 5 раз больше его лимита до создания фракции. Более того, другие факторы, такие как офицеры фракции и слава, все это увеличивало лимит вознаграждений. С учетом всего, дневной общий лимит их фракции в 26 раз превышал базовый лимит. Это означало, что он мог наградить игроков своей фракции в сумме 2,4 миллиона опыта каждый день, но поскольку в настоящее время было около 50 игроков, каждый игрок мог получить только около 50 000 опыта. Это был не очень большой опыт для игроков на их уровне. Лимит вознаграждения в основном контролирует скорость, с которой фракция может расти. Это только базовый лимит, так что еще есть много возможностей для роста. Он сделал кое-какие расчеты, и, оставив в стороне свой уровень лидерства, его собственный уровень персонажа также способствовал повышению лимита вознаграждения. Набор сильных офицеров НИП в свою фракцию также значительно увеличит их лимит вознаграждения. Это убедило его в необходимости начать взаимодействие с основными персонажами сюжетной линии. Размер фракции также был разделен на несколько этапов, при этом следующим отсечением было 100 членов. Слава была в основном такой же, как система репутации с небольшой разницей. Слава фракции была суммой всех очков репутации области. Например, 10 очков славы в галактике Гартон и 5 очков в созвездии Гелак в сумме дают 15 славы фракций. Легендарные очки давали процентное увеличение лимита вознаграждения, и это увеличение рассчитывалось после учета всех других факторов, таких как очки лидерства. Союзники и враги были в основном внешними связями фракции. Помимо миссий фракций, система также позволяла ему управлять и контролировать отношения между игроками и фракциями, а также уровень вклада отдельных игроков. В целом, Хансиа был очень доволен этим новым интерфейсом, ведь он мог помочь ему привлечь больше игроков. После того, как Хансиа создал свою фракцию, другие игроки также получили уведомления на своем интерфейсе. Вы присоединились к группе наемников Блэкстар. Текущее отношение. Холодное, 0-300. Игроки не были удивлены, так как что-то вроде уведомления фракции было для них повседневным делом. Система управления фракцией Механсиа начала перечислять имена игроков-участников. Его глаза вспыхнули, и он выдал еще одно уведомление. Вы, первая партия новобранцев в группу наемников Блэкстар. Вы получили 300 очков вклада. Текущий статус отношений. Нейтральный, 301 тысяча. Есть что-то подобное? Мы получили нейтральный статус напрямую. Игроки были в восторге и поспешно изучили интерфейс фракции. Они хотели выяснить, какую выгоду они могли бы получить, зарабатывая взносы. Как только они вошли на страницу вознаграждения фракции, перед ними был представлен ассортимент предметов. Большинство из этих предметов изначально находились в магазине НПЦ Ханасиа, и он просто перенес их на страницу фракции. Кроме того, он также добавил некоторые хорошие вещи, которые не были доступны в его магазине. Были роботы Рэнджеры 2-5 поколения, каждый стоил 1500 очков вклада для обмена. Мини-мобильные турели, каждая по 1200 очков. И оригинальный механический костюм Питон, который стоил 6000 очков. Снаряжение и предметы моментально вызвали бурную реакцию игроков. Какие хорошие вещи. Божественная экипировка. Игроки были тронуты. Эти предметы ранее были недоступны для покупки независимо от того, сколько у них было денег. Группа наемников была только создана, и рейтинг доверия все еще довольно низок, сказал Ханасиа. Только повышая рейтинг доверия, мы можем выполнять миссии более высокого уровня. Теперь мы все соратники. Давайте усердно работать вместе для будущего группы наемников. Сразу после этого он сделал информацию о размере фракции, видимой для всех игроков в интерфейсе. Он хотел использовать это как напоминание для них, что они смогут получить работу с более высокой оплатой, как только повысит свой рейтинг доверия. Более того, он хотел, чтобы игроки чувствовали, что могут внести свой вклад в рост фракции своими собственными действиями. Игроки потратили некоторое время на обработку всей этой информации. Затем Ханасиа обратил свое внимание на поиск миссий или объявление о работе, поданных племенем Сунил для своего подкласса. Он быстро нашел несколько доступных миссий. Однако, для этого рейтинг доверия их фракции должен был быть не менее 120. 120 очков? Ханасиа начало раздумывать, касаясь подбородка. Если бы он делал все как обычно, он мог бы набрать 120 очков после выполнения нескольких выездных боевых миссий. Но обдумав все, он решил взяться за трудовые миссии, которые присуждали по крайней мере одно очко доверия за миссию. Эти ежедневные миссии были безопасными и простыми, и могли быть выполнены в центре. Хотя им потребовалось бы больше миссий, разве не для этого ему нужны были игроки? Он немедленно использовал недавно полученный интерфейс, чтобы выдать миссию фракции. Миссия фракции «Стандарт доверия введения миссии». Группа наемников Blackstar решила взяться за выездную миссию. Однако, для этого требуется достигнуть минимального рейтинга доверия. Примечание. Это является обязательным условием первой выездной миссии, принятой фракцией. Требования миссии. Выполняйте ежедневные миссии и задания в центре хаба, пока группа наемников Черной Звезды не наберет 120 очков доверия. Награда. 45 000 опыта и 300 очков вклада фракции примечания. Трое лучших членов, постаравшихся для достижения требования минимального рейтинга доверия, получат дополнительные преимущества. Не так уж много опыта, но очки вклада неплохие. Разве ты не видел? Это только первая часть. Позже мы сможем выполнить боевое задание. Вот где мы сможем получить опыт. Это командная миссия. Верно? От каждого требуется внести свой вклад для достижения общей суммы в 120 очков. Хо-хо. Если оказаться в тройке, в низших больше всех очков доверия, то можно получить дополнительные преимущества. Бешеный меч, хотя они другие были взволнованы и не могли сидеть спокойно, увидев награду. Они лучше других знали, что преимущества Ханси они будут обычными. Требования миссии заключались лишь в выполнении ежедневных миссий в хабе. Эти миссии обычно были связаны только с уборкой и работой, связанной с коммунальными услугами. Хорошей новостью было то, что им не нужно было уходить из хаба. Если 50 игроков будут работать вместе, они смогут очень быстро выполнить требования рейтинга доверия. Ханси совсем не волновался. Более того, игроки получали одни лишь преимущества с тех пор, как присоединились к фракции. Поэтому у них, естественно, не было причин отказываться от приглашения фракции. Получив приказы Ханси, игроки разошлись и ушли выполнять ежедневные задания. С такой группой помощников Ханси смог выделить много времени для себя, чтобы заняться другими делами. Вернувшись в комнату отдыха, он решил сделать некоторые приготовления, а также обдумать свои планы на будущее. Через несколько часов Лига и остальные вернулись в комнату отдыха. Они долго гуляли снаружи. Лига вышел в космос, потому что хотел запустить все эти новые миссии. В центре Хаба было так много НИП, и он решил как можно скорее исследовать окрестности и посмотреть, какие миссии он может принять. Однако он узнал, что большинство людей были путешественниками, и все они смеялись над Лигой другими, когда те пытались предложить помощь. НИП спросили их, почему те просто не пошли в альянс наемников, если хотели найти работу. Хотя они не смогли получить никаких заданий, они смогли получить новую информацию. После этого они отправились в альянс наемников и провозившись там полдня, они, наконец, зарегистрировались как наемники. Увидев бесчисленное количество различных миссий, они лишний раз убедились, что сделали правильный выбор, выйдя в космос. Кроме того, Лига полагал, что действовать самостоятельно было правильным действием, поскольку они получили преимущество над другими игроками. Группа людей болтала, пока шли к входу в комнату. На этот раз мы получили преимущество. Как думаете, должны ли мы рассказать другим об этом альянсе наемников? Лига покачал головой. Это возможность, которую мы нашли. Мы все здесь конкурируем друг с другом. Нет необходимости говорить им прямо сейчас. Но мы же должны рассказать им, если они спросят, разве нет? Лига подумал об этом, и он, казалось, был обеспокоен. Сокрытие информации, подобной этой, после того, как ее спросит, может легко вызвать проблемы. Пока он все не мог решить, что делать, группа открыла дверь в комнату. Однако они поняли, что в комнате не было ни одного игрока. Хаэм. Игрок Храма Бога был сбит с толку и спросил, куда делись остальные. Без понятия. Лига был рад и тайно глубоко вздохнул. Ему больше не нужно было бояться, что остальные будут задавать вопросы. Глава 334. Блэк Стар. Начало, часть 4. Они все оглянулись, но увидели только Ханся в комнате, который что-то изучал на коммуникаторе. Он тихо сказал. Вы, ребята, наконец-то вернулись. Вы единственные, кто остался. Что вы имеете в виду? Спросил Лига. Все остальные уже присоединились к моей группе наемников. Что насчет вас? Лига замер. Не зная, что ответить. Это значит, что все остальные уже стали наемниками. Тогда в чем был смысл всей нашей тяжелой работы? И что это за группа наемников? У них было плохое предчувствие. Мы уже зарегистрированы как наемники, честно ответил Лига. Ханся вскинул брови, но все выдал миссию присоединиться к группе наемников Блэк Стар. Лига больше некуда было идти, поэтому они быстро приняли миссию. Вошли в лобби альянса наемников и присоединились к группе наемников Блэк Стар. Сразу после этого они активировали миссию, которую другие игроки уже приняли некоторое время назад. Увидев введение фракции и требования миссии, Лига и другие не могли поверить своим глазам. Лига был расстроен. Это они должны были получить такое отношение, но, поскольку они покинули комнату не дождавшись. Ханся и бродили по центру самостоятельно. Они отставали в процессе по сравнению с другими игроками. Незадолго до того, как они вернулись, они были довольны собой, но теперь Лига чувствовал только смущение. Он потратил столько времени и энергии, бродя вокруг, но не достиг ничего. Ла к тому же еще отстал в прогрессе. Поговорив с другими игроками, Лига также узнал, что остальные игроки также получили награду в 300 очков отношений. Его настроение от этого стало еще хуже. Он пожалел, что не остался ждать и вместо этого бегал, как обезьяна. С чего они взяли, что знают о вселенной больше, чем Ханся? Другие игроки вскоре услышали о муках Лига и засмеялись. В то же время они еще больше поверили в Ханся. Ханся стал единственным лучом света, за которым им нужно было следовать. Следуя за Ханся, они смогут получить наибольшую выгоду, вместо того, чтобы пытать счастье самим. Благодаря усердной работе игроков рейтинг доверия группы наемников Blackstar понемногу повышался. Ханся арендовал комнату для модификации техники, где он сделал новый боевой шлем, используя знания, которые он недавно получил, и ресурсы, которые он взял с собой с планеты Аквамарин. Он назвал его СИН-углеродный шлем с датчиком обнаружения живых форм жизни типа А. Он имел несколько уровней обнаружения и мог обнаруживать живые существа в пределах нескольких километров. У него также была мощная функция радара и усовершенствованные системы жизнеобеспечения, такие как воздушная фильтрация. Ханся сделал дюжину таких шлемов, чтобы позже продать их игрокам. Шлем был необходимым оборудованием для миссий в космосе. Через несколько дней Банхиддак наконец выпустил первый эпизод своего космического приключения, и форумы, казалось, только обсуждали эту тему. Журнал исследования галактики Blackstar Episode 1 название этого эпизода указывало на то, что это начало новой серии. В начале видео был небольшой ролик с интерьером звезды короткого рога, Хабаджу Берли и инопланетными существами странной формы. Прошло несколько минут, и зрители в одно мгновение затопили канал. У шоу Банхиддага про черного призрака уже была солидная, преданная фанатская база. Этот трейлер новой серии также привлек много внимания. Это было первое шоу о космосе, и не только игроки с планеты Аквамарин, даже иностранные игроки с других новых планет были в восторге от шоу. Количество просмотров росло в геометрической прогрессии, и в течение нескольких минут оно почти побило рекорд по количеству просмотров всех предыдущих шоу. Банхиддаг был осыпан вниманием, и его популярность снова возросла. Он, несомненно, стал главной фигурой в киноиндустрии галактики. Что? Количество просмотров и в самом деле обновилось. Что? Черт возьми, уже 3 миллиона 200 человек смотрит. Я все правильно увидел? Я так взволнован. Дай мне посмотреть, что у тебя интересного, мой иностранный друг. На экране появилось большое лицо Банхиддага. Он использовал свой отвратительный голос и начал шоу. Добро пожаловать в журнал исследования галактики. Я Банхиддаг. Возможно, вы задаетесь вопросом, чего же здесь не хватает? Все верно, поскольку у меня не было достаточно времени, не будет вступительных стихотворений и поэм. Комментарии мгновенно заполонили экран. Нельзя быть всегда слишком осторожным. У этого ведущего нет достоинства. Черт бы побрал твою семью. В первом эпизоде Блэкстар Банхиддаг использовал другой метод редактирования, который не соответствовал предыдущему формату, где он сосредотачивался на информативном контенте. Он снимал весь процесс Хансиа, ведя игроков от звезды короткого рога Дахаба Джуберли. Затем он смонтировал видео в стиле фильма. Шоу не было таким информативным, как его предыдущие эпизоды. Не было практически никаких повествований, и с небольшой корректировки цветосцен зрители получили новый опыт, как будто они смотрели сериал. Из-за того, что было слишком много материалов для использования, Банхиддаг не стал сильно сокращать видео. Таким образом, видео стало больше похоже на художественный фильм, с продолжительностью более часа. После успеха серии про черного призрака Банхиддагн Боямик экспериментировал с новыми форматами фильма, чтобы они имели большую художественную ценность, он не ограничивал себя. Перед глазами зрителей предстала сцена космоса. В непостижимой глубине космоса можно было разглядеть различные виды космических кораблей. Шоу было похоже на черную дыру, притягивая все внимание к этой прекрасной сцене. Когда Хансиа появился на экране, комментарии снова взорвались. Хансиа наконец появился. Выжмите все из черного призрака. Обнять черного призрака – предел моих мечтаний. Хансиа, мой муж, не смей трогать мою любовь. Боже мой, черный призрак покинул нас. У меня больше не будет возможностей открыть ящик черного призрака. Мне нужно еще раз сыграть. Мне нужно доказать свою истинную родословную. Братан, просто иди спать. Можешь найти что-нибудь в своих снах. Текст комментариев быстро сменялся, и там было много фанаток, но было неясно, сколько там еще старых пердунов. Банхиддак также выложил некоторые обрывки диалогов профессиональных игроков. Конечно, он предварительно получил их разрешение на использование отснятого материала. Игроки поближе узнали друг друга с течением времени, и их отношения становились все лучше. Их взаимодействие было забавным и занимательным, что также привлекло много поклонников, которые также с интерьем смотрели шоу. Довольно много фанатов этих профессиональных игроков также написали свои комментарии. Внезапно появились мусорщики, и Хансиа с игроками защитили космический корабль. Комментарии снова затопили экран, и там были разного рода сообщения. Ах ты! Во время космических путешествий также можно убивать монстров и получать опыт. Черный призрак все также силен. Он также продолжает одерживать верх над инопланетянами, особо не напрягаясь. Увидев, что Хансиа все еще крушит всех своих оппонентов, я наконец-то могу быть спокоен. По мере приближения звезды короткого рога к хабу Джуберли и стыковки у зрителей отвисли челюсти. Видео тоже подошло к концу. В последней сцене Хансиа привел игроков в альянс наемников, и все зарегистрировались как наемники. После чего камера приблизилась и на экране появилась надпись «Группа наемников Blackstar». Этот кадр длился 3 секунды. Аудитория также смотрела на эти слова. Затем экран стал черным с подписью, продолжение следует. Банхиддак решил завершить видео на этом моменте, потому считал, что у фракции большой потенциал. Кроме лидера фракции, все остальные участники были игроками. Путешествие НИП, ведущего игроков в мир приключений, определенно привлечет интерес аудитории. И он был прав. Когда видео закончилось, зрители были крайне недовольны, желая увидеть продолжение шоу, чувствуя пустоту от невозможности посмотреть новый эпизод. Последние 3 секунды шоу вызвали большой интерес и любопытство в сердцах зрителей, особенно название группы наемников Blackstar. Конечно, этот эпизод намекал на большую потенциальную сюжетную линию в будущем. Я не могу дождаться следующего эпизода. Я никуда не пойду, пока не увижу следующий эпизод. Ааааа. Хочу запереть Банхиддага в своем подвале, как в книге Мизери, чтобы он выпускал для меня больше шоу. Хэм, думаю, ему бы это понравилось. Эй, о чем ты думаешь? Мне стыдно за тебя, что у тебя за грязные мыслишки. Количество просмотров этого эпизода взлетело до беспрецедентного уровня. Аудитория была в восторге, и игроки, которые не были выбраны Ханси, а утопали в ревности, ненавидя себя за неспособность продержаться 30 секунд. Влияние, которое принес этот эпизод, заставило Галактику Таймс в новом эпизоде остановиться на одном моменте. Не так давно мы обсуждали, что у сюжетных персонажей есть свой предел, и что после завершения сюжетной линии они становились обычными НИП. Однако этот инцидент показывает, что мы были совершенно неправы. Черный призрак Хансиа. Ох, я имею в виду Блэкстар Хансиа доказал, что мы были неправы. Его деятельность не ограничена уровнем цивилизации. Он направился глубоко в космос и стал первым человеком с планеты Аквамарин, начавшей исследование Вселенной. Это его новая арка. Мы думали, что Хансиа был только персонажем планеты Аквамарин. Из того, что мы видели сейчас, мы сильно ошибались. Его история не заканчивается одной сюжетной линией. У него есть еще одна более продвинутая основная сюжетная линия по исследованию космоса. По сравнению с другими начинающими планетами, потенциал планеты Аквамарин был ограничен, но после подъема Хансиа он открыл путь для изучения новой территории и сюжетных линий. Блэкстар Хансиа не является главным героем этой планеты. Галактика Тайм смело признала свою основную ошибку, и ее честное отношение вызвало положительную реакцию зрителей. Сегмент также повысил популярность Хансиа и повысил его статус до уровня выше главного героя планеты, отчего у игроков возник закономерный вопрос, как далеко он сможет пойти. Хансиа также видел шоу, и эффект был именно таким, каким он хотел. Игроки обратили на него еще больше внимания, что означало, что Хансиа был принят на более глубоком уровне в их сердцах. Тысячи игроков неистово обсуждали на форумах это видео, и накал страстей не прекращался. Этот эпизод Банхиддага сохранял популярность еще в течение долгого периода времени. Шоу оставалось актуальным гораздо дольше, чем все предполагали. В будущем многие люди будут пересматривать этот эпизод по несколько раз, и он будет известен как «Блэкстар». Начало. Глава 335. Дешевая наживка ежедневные миссии являлись низкоуровневыми миссиями. Как только рейтинг доверия фракции достигал определенного уровня, ежедневные миссии по найму больше не приносили очков доверия. Это гарантировало, что рейтинг доверия фракции будет отражать их реальные возможности. 120 очков как раз были первой отсечкой. Это был минимум для становления официальной группой наемников, которая сможет привлечь потенциальных клиентов. Профессиональные игроки были очень эффективны. Их фракция смогла заработать 120 очков доверия за два коротких дня. После этого Хансио выдал всем награду за миссию фракции. В этой миссии король-адмирал, хаотян и капитан команды берсеркеров Янран стали тремя лучшими игроками. При наборе игроков Хансио не ограничивался лишь четырьмя большими гильдиями. Он также позаботился о том, чтобы привлечь в группу игроков из топовых клубов и команд, таких как Грозовой Шторм и Берсеркеры. Грозовой Шторм очень популярным клубом. У них даже была красотка Рейни Ким, и поэтому у них было очень много фанатов. Берсеркеры, с другой стороны, несмотря на то, что были командой высшего класса, не были столь популярны. Честно говоря, Хансио даже не вспомнил бы о них, если бы Янран не попал в тройку лидеров. Хансио выдал этим троим дополнительные награды, еще раз подчеркивая, что участие в жизни фракции принесет им много преимуществ. Дополнительной наградой стал недавно созданный им шлем Син. Это был предмет, который можно было обменять на 800 очков фракции, и поэтому он сразу же вызвал зависть других игроков. После этого Хансио объявил, этот шлем может значительно улучшить ваш обзор и может функционировать во многих экстремальных условиях. Он объяснил функции шлема таким образом, намекая на необходимость приобретения этого шлема для будущих выездных миссий. Трое победителей быстро надели шлем, чтобы проверить его особенности на себе. На внутреннем экране отображались все виды анализируемой информации об окружающей среде, например, плотность энергии. Можно было также поменять настройки дисплея самостоятельно. Функция этого предмета была очевидна, кроме того, шлем также давал приличную защиту голове. Это был предмет, подходящий всем классам игроков. Бешеный меч и хаотянь были в хороших отношениях, поэтому тот смог одолжить шлем, чтобы самому проверить его. Надев его, он не мог не сказать, это действительно хороший предмет. Увидев реакцию бешеного меча, остальные также по очереди надели шлем, чтобы убедиться в его особенностях. После этого игроки решили, что они просто обязаны заработать этот предмет в будущем. Они уже все получили награду за то, что стали первой партией новобранцев. Вместе с наградой за предыдущую миссию фракции, все кхм, большинство игроков уже набрали 600 очков вклада, им не хватало всего-всего 200 очков. Хансио установил цену шлема 800 очков, чтобы у игроков осталось небольшое чувство досады от того, что у них не хватает очков. От того, что у них совсем немного не хватает очков, у них появится еще больше желания заполучить это оборудование, от чего они еще усерднее будут выполнять миссии, или менять деньги на очки вклада. Хотя со стороны может показаться, что игроки смогли легко заработать 600 очков вклада, это было всего лишь стратегией, которую Хансио постепенно воплощал в жизнь. Он превратил желание игроков в предмет в нечто, имеющее физическую ценность. Предметы, которые можно было приобрести в его магазине, были дешевыми и надежными, и с возможностью получить дополнительную скидку за счет очков вклада. Хансио станет первым человеком, о котором они подумают, когда захотят потратить свои деньги. Для начала он решил установить курс обмена очков вклада к на 1-2 для игроков с нейтральным и холодным статусом, то есть для всех игроков с общим вкладом от 0 до 1000. Таким образом, для основного большинства игроков нужно было доплатить всего 400 ина. У игроков была возможность купить шлем со скидкой в 75% после использования очков вклада, и им казалось, что это очень выгодная сделка. Половина игроков позаработала 1500 ина еще во время нападения на звезду короткого рога и жаждали потратить свои деньги на что-то. У другой половины было не так много денег, поскольку они выполняли лишь некоторые ежедневные работы. Однако они решили позаимствовать деньги у первой половины, желая поскорее приобрести шлем. Мы же все сейчас в одной лодке, неужели ты мне не доверяешь? Это же всего лишь сотня. Ты и вправду не одолжишь мне такую маленькую сумму? Не хочешь? Ты смотришь на меня свысока? Да ладно, мы же все здесь приятели. Мы обязательно заработаем больше денег в будущем. Тебе не нужно беспокоиться о том, что я не верну тебе деньги. Куда я смогу сбежать? Я также буду должен тебе одну услугу, если сейчас одолжишь мне немного денег. После небольших переговоров и упрашиваний последняя группа игроков смогла получить заветные шлемы, оставшись в должниках. Конечно, игроки Храма Бога больше всех залезли в долги, от чего у Лига было еще более паршивое настроение. Продав около 50 шлемов, Хансиа смог заработать более 6 тысяч на зараз, поэтому он был очень доволен собой. Эти шлемы были сделаны из материалов взятых с планеты Аквамарины, фактически ничего не стоили. Поэтому его прибыль была умопомрачительной. Набрав достаточное количество очков славы, Хансиа привел игроков в вестибюль альянса наемников. Он уже собирался открыть интерфейс, чтобы принять миссию, предлагаемую племенем Сунил. Однако заметил, что сегодня атмосфера в Холлой была немного странной. Толпа наемников шумела в углу Холла. Хансиа стала интересна, поэтому он подошел посмотреть, и увидел, что невысокий человек с синей кожей был окружен группой людей. Человек был одет в модную свободную одежду, его волосы были твердыми, как шипы роз, уши заостренные и не было носа. Два глаза были похожи на узкие щели, в то время как рот был изогнут вверх ногами с естественно расстроенным выражением. Этот человек был из расы Блюни, и его лицо было очень похоже на смайлик. У других рас складывалось впечатление, что Блюни были очень эгоистичными и меркантильными. Этот Блюни был сотрудником следственного отдела финансовой группы. Он прибыл сюда лично, чтобы найти наемников, чтобы сэкономить на небольшой плате за обработку, которую ему пришлось бы заплатить, подав заявку через отдел регистрации. Этого Блюни звали Мартином, и он как раз рассказывал выдаваемые им миссии. Я из группы исследователей материалов. Мы направляемся на планету Гартон-791 для проведения трехдневного исследования на месте. Мы ищем надежных телохранителей. Каждый телохранитель получит 400 ино, и каждый будет нести ответственность за защиту членов нашей команды. Вам нужно будет очистить места проведения исследований от любых животных, а также провести разведку в опасных зонах. Нам требуется группа с рейтингом доверия не менее 120. Окружающие наемники не выражали никакого желания принимать это задание. 400 ино были не очень привлекательной наградой. Более того, эта сделка заключалась в частном порядке, а не через официальный канал Альянса наемников. Это значит, что в системе не будет сделано никаких записей, и они не смогут получить очки доверия за выполненную работу. Никого не заинтересовала эта сделка. Глаза Хансиа вспыхнули, и он быстро проверил звездную карту. Гартан 791 находится недалеко от базы Сунил. По пути к ним можно будет заработать немного деньжат. Хотя награда составляет всего 400 ино, если каждый игрок сможет заработать эту сумму, это тоже не так уж плохо. На этой планете не было никакой цивилизации, отсюда и название с кодом. Тауи и планеты использовались исключительно для добычи ресурсов. Хансиа протолкнулся сквозь толпу, подошел к Блюни и сказал. Группа наемников Blackstar. 50 человек. Принимаем только командные задания. Позвольте мне проверить ваш рейтинг доверия. Мартин быстро осмотрел Хансиа и обрадовался. Наконец он нашел кого-то, кто примет его предложение после поисков в течение половины дня. Хансиа открыл информационную страницу о наемниках и передал ее Мартину. Удостоверившись, что эта группа наемников достигла требования к рейтингу доверия, Мартин был в восторге. Однако выражение его лица сразу изменилось, когда он прокрутил страницу вниз. Вы никогда не принимали никаких боевых заданий? В резюме группы наемников Blackstar были указаны лишь ежедневные задания, которые можно было выполнить в хабе. В основном все миссии были по уборке. Как правило, наемники даже не смотрели на такого рода миссии. Мартин был шокирован, прочитав резюме. Он никогда не встречал группу наемников из таких нубов. Глава 336. Рай механиков Хансиа вскинул бровь. Что не так? Мы ведь отвечаем требованиям по рейтингу доверия, или тебя что-то не устраивает? Я ищу воинов-телохранителей, а все ваши очки доверия были заработаны за счет ежедневных миссий в хабе Джуберли. Вы больше похожи на уборщиков, сказал Мартин с нисходительным тоном. Вы и в самом деле квалифицированные наемники. Хансиа нахмурился. Что ты имеешь в виду? Вы не подходите на мою работу. Мартин раздраженно махнул рукой. Несмотря на то, что он предлагал очень низкую оплату, он не понижал своих стандартов и хотел найти лучших воинов, которых можно было бы за эту цену. Блю не всегда был таким, скупым и черствым. Хотя средний уровень силы группы наемников Блэкстар был на уровне класса С, он не доверял их способностям после прочтения их резюме. Если он потратит деньги на бесполезных наемников, исследовательская группа окажется в большой опасности. Наемники вокруг начали издеваться над Мартином. Предлагаешь только 400 ина, и еще пытаешься выбирать, какой нашлый нищий. Никогда не слышал пословицу, за что заплатил, то и получил. Ха, в стиле Блюни, Хансиа стиснул зубы. Вздох, а чем они болтают? Такое ощущение, что они помогают Мартину, а не мне. Мартин решил воспользоваться случаем и поторговаться. С вашим резюме я могу предложить лишь 200 ина на человека. Удачи в поисках. Хансиа ушел, не оглядываясь. Отношение Мартина раздражало Хансиа, ведь великий механик Хань никогда не позволял другим давить на него. Ничего страшного, я-то они не смогли получить эту миссию, потому что было еще много других возможностей, поэтому не было необходимости просить милостыню у раздражающего человека. Он открыл интерфейс наемников и нашел несколько запросов на найм от Сунилов на то же событие. Родная планета Сунилов была уничтожена. Благодаря Гадари цивилизация переселилась на другую планету, где было полно живности, и она была переименована в планету Сунил. Эту планету заселяло огромное количество диких зверей. Большую часть времени звери были пассивными. Однако глубоко в недрах планеты Сунил имелись залежи руды со злой аурой. Раз в несколько лет из-за влияния этой руды звери впадали в бешенство. Деревни и города Сунилов сильно страдали от нашествий этих зверей. Каждый раз в течение этого периода воины Сунилов, работающие вдали от планеты, возвращались для защиты своей родины, собирая новых помощников. Сунилы были расой с грустной историей. Первоначально это была обычная цивилизация, не взаимодействовавшая с другими планетами. Они были мирными и стремились к созданию лучшего общества. К сожалению, они были атакованы Темной Звездой. У Сунилов не было никакой возможности дать отпор, поскольку флот Темной Звезды неоднократно обстреливал их из космоса ракетами и лазерами. Земля была наполнена взрывами и огнем, которые заглушали отчаяние и крик людей. Темная Звезда была смертельным врагом Гадары и вела активную борьбу с ними в галактике Гартон. Они обнаружили слабость в управлении Гадары и напали на планеты под ее властью. У Гадары не было другого выбора, кроме как выделить больше ресурсов, чтобы помочь низшим цивилизациям. Если бы Гадара проигнорировала страдания этих цивилизаций, то они потеряли бы доверие общественности к своей способности контролировать галактику Гартон. Организация Темная Звезда нарушила межгалактический договор Конституции космической цивилизации, напав на менее развитые цивилизации. Более того, кольцо расколотых звезд было на дальнем конце по сравнению с другими звездными системами. Поэтому, после уничтожения планет, Темная Звезда всегда надолго исчезала в своем регионе, избегая объявления войны другими цивилизациями. Темная Звезда была похожа тень, которая медленно поглощала галактику Гартон. Когда прибыл Гадаранский флот, планета Сунил уже была непригодна для жизни. Земля была покрыта лавой, которая растекалась по трещинам высохшим руслам. Экосистема была уничтожена, и выжила лишь 10% населения. Технология Сунилов была потеряна без возможности восстановления. Выживших переселили на нынешнюю планету Сунил, и в начале Гадара помогла им основать города. Лишь через несколько лет люди узнали о бушующих зверях. Переезд на другую планету был очень хлопотным. В начале Гадаранцы протянули руку помощи по моральным соображениям, и Сунилы чувствовали, что очень многим обязаны Гадаре, поэтому они не могли просить их о помощи и в этом вопросе. Поэтому они решили остаться на планете и отбиться от монстров. Сейчас как раз был период высокой активности зверей. Сунилы просили помощи у наемников в защите Родины. Сложность миссии возрастала по мере продолжения списка, от легкого до самого сложного. Что касается самой легкой миссии, им нужно было 120 очков доверия. Так что, Хансиа мог пока выбрать только самую легкую миссию, поэтому он подал на нее заявку. Вскоре он получил ответ, его заявка была успешно одобрена. Наемная миссия – защита лесного города введения в миссию. Очередная волна катастрофы нависла над Сунилом. Вы приняли миссию, и ваша обязанность – защитить лесной город. Требования миссии – защитить лесной город. Условия провала. Падение лесного города. Штраф за провал миссии. Минус 60 очков рейтинга доверия награда. 500 000 опыта. 1 800 и на плюс 34 к рейтингу доверия плюс 3 к слое в области. Время до активации. 12 дней Сунилы называли период нашествия зверей катастрофой, а лесной город был главным городом Сунилов. Это была обычная миссия, но только не для Хансиа. Причиной того, что он принял миссию, было то, что он мог сблизиться с Сунилами благодаря этой миссии. Он должен был активировать сюжетную миссию сам. Являясь членами команды, игроки также получили данную миссию. Кроме награды за основную миссию, Хансиа также выложил миссию фракции. Игроки были довольны, это было для них двойной наградой. Это была первая боевая миссия группы наемников Blackstar, поэтому игроки были взволнованы. Хансиа махнул рукой. Выдвигаемся. Группа наняла космический корабль и через три дня прибыла на планету Сунил. С космоса было видно, что планета покрыта зеленью и что в небе плавали белые облака. Космический корабль яростно затрясся, войдя в атмосферу, после чего следуя указанному пути, направился к лесу. Хансиа увидел пустую равнину, в центре которой находился город. Это была столица новой родины Сунилов, лесной город. Космический корабль сбросил капсульную кабину. Хансиа на секунду почувствовал невесомость, после чего капсула благополучно приземлилась на землю. Свист. Дверь открылась, и взору открылась военная база. Хансиа вышел из двери, и заметил команды солдат Сунила и ряды бронированных грузовиков, защищающих базу. Все солдаты были одеты в броню солдатов Сунила защитного типа. Броня была темно-серого цвета, а броневая пластина была чрезвычайно толстой, что позволяло блокировать тяжелые пули от пулеметов. Солдаты в броне были похожи на носорогов. Вес бронированного костюма составлял почти тонну, и в нем были механизмы, позволяющие управлять костюмом. Костюмы были оборудованы крупнокалиберными пулеметами, мини-ракетными установками на плечах и различными орудиями ближнего боя. Сунилы являлись чисто технологической цивилизацией, и достигнув определенной стадии, такие цивилизации всегда создавали броню для отдельных виллов войск. Разные цивилизации имели свои стили костюмов. У Сунилов также были костюмы для рядовых войск и костюмы капралов. Кроме того, в зависимости от условий эксплуатации костюмы делились на различные типы, такие как защита, нападение, разведка и т.д. На самом деле, Хансиа знал, что у Сунилов имелся еще более мощный тип костюма, называемый бронированным костюмом командира. Однако, он был уничтожен во время атаки Темной Звезды, и технология создания этого костюма была утеряна навсегда. Помимо технологий бронированных костюмов, у них было большое количество механического оружия, транспортные средства и несколько легких космических кораблей. Увидев такое количество техники вокруг, глаза Хансиа засияли, и он с нетерпением ждал возможности изучить всю их технологию. Цивилизация, которая полагалась на чисто технологический прогресс, была лучшим местом для механиков, и это было одной из причин, по которой он хотел посетить планету Сунил. Технологический уровень Сунилов может принести Хансиа большую пользу. Хансиа хотел заполучить подкласс с предлагаемой Сунилами, и этот подкласс был связан с техникой. Это был редкий подкласс, который мог значительно улучшить прогресс основного класса Хансиа. Для Хансиа это был лучший выбор для успешного выполнения условий по продвижению в классе. Игроки также пялились на сцену вокруг них. Хансиа описал им трагедию Сунилов, поэтому они думали, что это цивилизация на грани уничтожения. Они ожидали увидеть жалкую цивилизацию с отсталой технологией, но увидев их механизированную армию осознали, как сильно они ошибались. Донг, донг, донг. Тяжелый механический звук становился все громче, солдат в тяжелой броне и приближался к группе. Его броня была намного лучше, чем у обычных войск. Костюм был с красными и белыми полосами, что символизировало, что это был бронированный костюм Капрала. Было заметно, что приближающийся Сунил был афеером, так как его лицо было очень холодным, и от него исходила мощная аура солдата. Я капитан команды обороны Б-12 Нивилл. Я уже прочитал информацию о вас. Блэкстар, вы станете 1432-м наемником, который присоединится к нам. Я представитель Сунилов, и мы приветствуем вас на нашей планете. Катастрофа еще не началась, поэтому, пожалуйста, проследуйте за мной в зону отдыха наемников. После чего я назначу вам конкретную задачу. Глава 337. Зеленый рыцарь, воин вернувшийся на родину Нивилл всю дорогу молчал. Солдаты Сунилов не любили трепаться попусту и всегда были серьезными. Все они были сосредоточены на своих собственных миссиях. Воздух был пропитан механическим запахом, сопровождаемый атмосферой молчания. Единственный звук, который можно было услышать, это звуки техники, время от времени проезжавших рядом. Сунилы были известны как миролюбивая и жизнерадостная цивилизация. Они любили искусство и культуру. Однако все изменилось, после нападения темной звезды. Оставшиеся в живых были вынуждены отбросить свои прежние идеалы и ожесточиться. Это изменение также отразилось в их архитектуре. Вдоль дороги, по которой они шли, выселись монотонные стальные здания, похожие на крепости. Жилые районы былм поделены на квадратные блоки. Под руководством Нивилла группа Хансиа прибыла в зону отдыха, где собралось большое количество наемников. Было довольно шумно. До начала первой волны катастрофы, все наемники были обязаны пройти подробный инструктаж. Нивилл ступил на платформу и серьезным голосом начал объяснять. Разведчики на передовой обнаруживают все больше и больше взбесившихся зверей. Мы наняли вас защитить город от их нападения и надеемся, что все вместе вы сможете помочь нам преодолеть это препятствие. После короткой речи Нивилл сразу перешел к основному вопросу. В недрах этой планеты содержится огромное количество камней пророчества. Камни пророчества могут воздействовать на души окружающих. Минеральные вены всей планеты были изменены этими камнями. Это и есть причина бешенства и чрезвычайно агрессивной природы зверей. Однако это не является истинной причиной катастрофы. Энергия, содержащаяся в камнях пророчества, раз в несколько лет высвобождается в виде волн. Это и есть основная проблема, стоящая за внезапным буйством зверей. По неизвестной причине, камни пророчества в этом году активировались на полгода раньше. Наш специализированный отдел наблюдений прогнозирует, что волна катастрофы выпустится в полную силу примерно через 7-13 дней. Наши враги – все звери этой планеты. Во время волн в прошлом нам приходилось иметь дело только с более мелкими животными в течение первых 3-6 дней. Затем, ближе к 10-му дню, частота и интенсивность набегов зверей увеличивались. Последние 5 дней являются самым опасным и сложным периодом во время волны. К тому времени большинство наших транспортных средств и оборудования будут повреждены, а большинство наших войск истощены. Звери, с которыми мы столкнемся, в эти дни будут также самыми сильными из всех, так как их издалека будет привлекать густой запах крови предыдущих кровавых битв. В этот момент его прервал один из наемников. У вас есть танки, самолеты и даже космические линкоры. Разве убийство этих зверей не должно походить больше на бойню? Нивилл холодно взглянул на мужчину. Вы поймете, когда придет волна. Вскоре Нивилл включил проектор и начал по одному показывать и объяснять о разных типах животных. После короткого обзора Хансиа уже смог сказать, что звери на планете Сунил были на порядок сильнее зверей на планете Аквамарин. Камни пророчества находились на этой планете в течение бесчисленных лет, и накопленной ими энергии было достаточно, чтобы повлиять на эволюцию зверей за эти годы. Звери на планете Сунилл были чрезвычайно кровожадными, и здесь особенно действовало правило выживания наиболее приспособленных. Кленовой луне было любопытно. Раз звери являются врагами, почему нельзя изыстребить еще до начала катастрофы, не дожидаясь, пока они станут сильнее. Может они пытаются сохранить экосистему, нерешительно предположил бешеный меч. Банхиддак покачал головой, выражая свое несогласие. Но эта катастрофа грозит уничтожением их рода. О каком сохранении экосистемы может идти речь? Может у них нет возможности истребить всех зверей? Игроки начали обсуждать эту тему между собой. Каждый выражал свое мнение о кризисе Сунилов. Рассказав о более чем сотне видах зверей, Нивилл разослал эту информацию всем присутствующим наемникам. Затем наемникам распределили их боевые роли в зависимости от миссий, которые они приняли ранее. У Сунилов было много ресурсодобывающих аванпостов в дикой местности. Тем не менее, все Сунилы покидали эти места и возвращались в лесной город во время катастрофы. Они группировали все свои силы в одной области, чтобы уменьшить вероятность нападения зверей. Лесной город окружали пять стен, главный город располагался посередине, Хансиа и другие расположились на второй стене снаружи, и им было поручено защищать самолеты-разведчики и большие линкоры с земли. Кроме того, они являлись отрядом быстрого реагирования передового отряда. В лесном городе было полно оборонительных сооружений и, но большинство из них располагалось вокруг главного города. Это не значило, что главный город является их последним пристанищем, поскольку снизу города было полно туннелей для спасения. Сунилы имели возможность скрыться в туннелях или быть эвакуированы воздушным транспортом в момент опасности, что означало, что для них было невозможно потерять главный город. Однако и в небе и под землей было много могущественных зверей, так что это было крайним средством. Двумя наиболее опасными миссиями были передовые разведывательные подразделения и фронтовые боевые войска. Планета Сунил была покрыта густыми лесами, в результате чего оставалось много слепых зон при разведке с воздуха, из-за чего рекогностировки на земле являлась крайне важной. Очевидно, выходить за пределы безопасной зоны во время катастрофы было очень опасно. С другой стороны, задачей фронтовых войск было убить или ранить столько животных, сколько возможно, прежде чем Орда достигнет городских стен. Выживаемость среди них была близка к нулю. Вот почему эти два задания никогда не выполнялись наемниками. Все передовые боевые задания выполнялись воинами Сунилов. Офицер увел наемников одиночек с собой, чтобы укрепить свою позицию. Нивилл шел с Ханся и его группой, ознакомливая их с оборонительной схемой местности. Время шло быстро и вскоре наступили сумерки. Наемникам было предоставлено жилье на военной базе. Однако, Ханся нужно было попасть в город, чтобы выполнить требования подкласса. Он подошел к Нивиллу и сказал, я хочу зарегистрироваться и войти в город. Зачем тебе входить в город? Нивилл вскинул бровь. У меня есть личные вопросы, которые мне нужно уладить. Также я хотел навестить одного друга. Нет. Нивилл прямо отказал. В целях предотворщения любых неприятных последствий, наемникам запрещается входить в город. Вы должны оставаться на военной базе до начала боя. Вы не можете сами войти в город. Однако ваш друг может навестить вас. Ханся не знал, что делать. Персонаж сюжетной линии, с которым он хотел встретиться, совсем его не знал. И невозможно было его уговорить навестить какого-то незнакомца. Неужели ему придется проникнуть в город тайно? У него была маска, с помощью которого он мог изменить свою внешность, а также его подкласс ночного сталкера. У него должны были быть высокие шансы на успех. Ху-у-у. В этот момент с порывом ветра несколько лучей осветили землю. Корабль завис на некотором расстоянии и в воздухе опустил спиральную лестницу. Один за другим сунил и суперы начали сходить с корабля. Все они были наемниками, которые усердно работали, зарабатывая деньги вдали от планеты, но все вернулись, чтобы выполнить свои обязанности по защите своего дома накануне катастрофы. Солдаты-сунилы, которые были на земле, все подняли головы и смотрели на этих возвращающихся воинов с почтением и благодарностью. Они даже выполнили идеально скоординированный военный салют. Каждый раз, когда воины-сунилы возвращались домой, их приветствовали и обращались к ним как к героям, вернувшимся домой. Хансиас фокусировался и увидел знакомое лицо. Его лицо зачаяло и он закричал «Эй, Лердин!». Зеленый рыцарь Лердин также был среди высадившейся толпы. Услышав, как его зовут по имени, он оглянулся. Лердину потребовалось некоторое время, но в конечном счете он вспомнил, что с этим человеком вместе он боролся против захватчиков. Под его ногами вспыхнуло голубое пламя, и взмыв в воздух, он приземлился перед Хансиас, после чего скептически спросил. «Зачем ты здесь, Блэкстар?» Один из наемников, которых мы завербовали. Нивилл отдал честь и поспешно ответил за Хансиас. «Значит, ты тоже наемник?» Лердина внезапно осенила. «Да, я только недавно зарегистрировался. Я поспешил сюда, услышав, что твоя раса столкнулась с кризисом. Я даже и не думал, что буду сражаться вместе с тобой». Хансиас решил воспользоваться этой возможностью. «Я хотел навестить одного друга в городе. Не мог бы ты мне в этом помочь? Если он ваш друг, тогда нет проблем», — добавил Нивилл. Лердин еще помнил их сражение против мусорщиков, и хотя он не был с ним близко знаком, он чувствовал, что Хансиас не был плохим человеком. Кроме того, он был довольно сильным. «Не будет никакого вреда, если он окажет ему такую услугу». Лердин кивнул и сказал. «Конечно, я буду, проведу тебя в город. Спасибо». Хансиас улыбнулся. «Как удобно, когда есть знакомые, которые могут помочь. Одно предложение, и проблема была решена. Ему не нужно рисковать, пытаясь тайно проникнуть внутрь. С момента их последней встречи прошло уже довольно много времени, и бионические части тела Лердина уже были отремонтированы. Хансиас прошел мимо станции безопасности вместе с Лердином и другими суперами, которые также хотели посетить город, вернувшись на планету. Хансиас и Лердин последовали за этой группой людей. Ху-у-у. С обеих сторон дороги слышались радостные крики приветствия. Стены города были увешаны плакатами с изображениями суперсунилов. Так сунилы встречали своих героев. Глава 338. Военный инженер предстоящая катастрофа внушала ужас в сердца людей, но народ на улице в настоящее время искренне радовался, как будто суперсунилы изгнали их страх. По правилам, мне нужно сопровождать тебя в городе, сказал Лердин. Похоже, ваша цивилизация боготворит суперов, прокомментировал Хансиас. Это больше благодарность, чем боготворение, спокойно ответил Лердин. После того, как наша раса столкнулась с внезапными переменами и переселилась на эту планету, мы все еще не окрепли, и не можем выйти из кризиса. Эффективность сбора ресурсов слишком медленная, и не перекрывает скорость потребления, поэтому нам приходится покупать остальные материалы у других цивилизаций. Поэтому наши расходы превышают производство. Чтобы раса выжила, достаточно сильные суперы отправляются в космос и становятся наемниками. Большая часть своих доходов мы отправляем домой, и это является основным источником экономического дохода. Поэтому у нашей цивилизации не хватает средств, чтобы построить достаточно оружия для борьбы с катастрофой. Хансиа отлично понимал их ситуацию. Сунилы были цивилизацией в упадке. Им приходилось временно полагаться на сильных людей, таких как суперы, чтобы поднять экономику своей расы. Вот почему люди относились к супер-сунилам как к героям, и даже незначительные суперы пользовались славой и почетом. Хансиа все еще помнил, что Лердин был чрезвычайно мелочным. В действительности, Лердин отдавал все свои доходы расе, поэтому он старался тратить как можно меньше, чтобы внести больший вклад в развитие своей цивилизации. Поствия будут катастрофическими, если ваша цивилизация будет продолжать полагаться на суперов. Лердин кивнул. Это действительно так, но у нас нет другого выбора. В конце концов, это все из-за катастрофы. Наше восстановление сильно замедлено. Нам приходится тратить большую часть наших средств на создание оружия и военной техники, чтобы защититься от зверей во время катастрофы. Из-за всех этих расходов, наше развитие в области инфраструктуры и промышленности сильно отстает. Не решив проблему с катастрофой, мы не сможем вырваться из этого порочного круга, и наша цивилизация будет страдать до конца времен. Мы испробовали множество способов решить проблему и даже рассматривали вариант тотального истребления всех зверей, но это худший вариант. Мало того, что это практически невыполнимо, так еще и в случае успеха это приведет к нарушению пищевой цепи, и планета погибнет. Поэтому мы избрали другой путь, выкопать все камни пророчества и раз и навсегда разобраться с причиной катастрофы. Проект идет годами, и мы извлекаем камни постепенно. Однажды камни больше не будут выделять энергетическую волну, и расе больше не придется переживать катастрофу. На лице Лердина появилось чувство надежды. В конце туннеля всегда есть свет. У Хансиа было хорошее впечатление о Сунилах. Они были устойчивой расой, в которой суперы несут все большую ответственность за выживание цивилизации. Они никогда не жаловались. Какая жалость? Хансиа вздохнул, вспомнив о судьбе Сунилов в его прошлой жизни. Достигнув города, суперы рассеялись, разойдясь по домам. Толпа тоже медленно разошлась. Хансиа использовал свои искаженные воспоминания и, наконец, после долгих блужданий, наконец добрался до нужного переулка. Он остановился перед черной узкой дверью, и на табличке висел бокал с вином. Бар. Человек, с которым ты хочешь встретиться, находится здесь. Лердин нахмурился. Тебя что-то смущает? Нет. Лердин был безэмоционален. Он смотрел свысока на людей, которые тратили свои деньги на отдых, полагая, что они тратят впустую свои деньги и жизнь. В конце концов, у него не было права наслаждаться жизнью. Они открыли дверь и вошли в бар. Внутри было тускло, и не было ни одного клиента. Город находился в критическом состоянии, поэтому никто не осмеливался напиваться в баре. Хан Сиа подошел к стойке. Позади стойки раздавался тихий храп. Великий механик Хан оглянулся и увидел человека, спящего, положив голову на стойку. Рядом с ним валялась куча пустых бутылок. Бум. Хан Сиа сильно ударил по стойке и крикнул. Клиент пришел. Проснись. Сначала зашевелились пальцы мужчины, затем он глубоко выдохнул из носа. Затем он, наконец, поднял голову. От него ужасно перегарило и ломило тело. Его глаза были безжизненными, и он выглядел так, будто проснулся только наполовину. Мужчина спросил. Что хотите? Два бокала фирменного. Одного достаточно, добавил Лердин. Мужчина зевнул. В начале оплата. Хан Сиа достал свой коммуникатор и приготовился заплатить. Человек внезапно громко рассмеялся и сказал. Уважаемый, вы же не напытаетесь расплатиться, верно? Это лишь небольшая лавка, и здесь мы принимаем только местную валюту. Лердин нахмурился. Обычно он проводил большую часть времени в галактике, поэтому особо не нуждался в местной валюте. Он потянулся к карману и хотел заплатить за Хан Сиа, но в этот момент Хан Сиа засмеялся. У меня нет валюты Сунилов. Могу я использовать другой способ оплаты? Мужчина, даже не взглянув в сторону, Хан Сиа потянулся за бутылкой. Например, имя. Мужчина нахмурился, бросив раздраженный взгляд. Он посмотрел на Хан Сиа и ответил. У меня нет времени на игры. Уходи, если нет денег. Делвис сказал Хан Сиа спокойным голосом, но для бармена это имя громом отозвалось в ушах. Бармен только поднес бутылку ко рту, но услышав это имя замер, так и не сделав глоток. Атмосфера непринужденности тут же испарилась, и он стал бесстрастным, как будто совсем не был пьян. Головокружение в его глазах мгновенно исчезло, и он уставился на Хан Сиа. Он тихо поставил бутылку и сказал, подожди минутку, мне нужно умыться. Мужчина отошел от стойки и пошел в ванную. В баре остались только Хан Сиа и Лердин. И Лердин спросил, ты даже не знаешь его, получается ты никогда не встречал друга, о котором говорил? Я знаю его брата, поэтому и решил навестить его, объяснил Хан Сиа. Пьяным был Херлоус, а Делвис был его старшим братом. Подкласс, которым интересовался Хан Сиа, назывался военный инженер. Это был чрезвычайно редкий подкласс, за которым охотились многие игроки. Чтобы приобрести его, нужно было заполучить дневник Делвиса. Делвис был известным военным инженером до нападения на расу Сунил. У него было много военных изобретений, и он записывал все свои мысли в дневнике, который он вел. Во время нападения темной звезды, Делвис погиб в битве, и его дневник остался у Херлоуса. Хансиа хотел позаимствовать этот дневник, чтобы получить заветный подкласс. Спустя некоторое время Херлоус вернулся к стойке с вымытой головой. Он был среднего возраста. Его кожа была светло-синей, на лбу было несколько морщин, гораздо меньше, чем можно было ожидать от 150-летнего. Он был классическим представителем расы космических людей. Херлоус открыл бутылку и принес ее Хансиа. Я не знаю, как ты меня нашел, но имя моего брата стоит бутылки. Я это сам варил. От бутылки исходила слабая дымка, и запах алкоголя проникал им в нос. Сунилый обычно варили свой алкоголь из листьев определенного дерева, и оно имело горьковатый привкус. После гладка Хансиа почувствовала остроту на языке. Я обычный механик. Я слышал имя твоего брата и хочу позаимствовать его дневник. И это все? Херлоус вскинул брови, в попытке получить больше информации. Да, пока на этом все. Хансиа засмеялся и посмотрел на Лердина. Думаешь, у меня есть какая-то цель? Услышав неясный ответ, Херлоус нахмурился и спросил холодным тоном. Ты мне угрожаешь? Нет, нет. Я лишь подружески пошутил. Хансиа улыбнулся. Но я уверен, что такой хороший человек, как ты, не отклонит мою маленькую просьбу. Верно. Лердин сидел рядом абсолютно не понимая, что происходит. О чем они говорят? Почему он не мог их понять? Херлоус некоторое время колебался, но по выражению его Лея было видно, что он сдался. Он вошел в дом и через некоторое время вышел с дневником в руки. Он бросил его на стол и сказал. Уходи, как закончишь. Хансиа дотронулся до журнала, и на интерфейсе высветилось уведомление. Вы получили дневник Делвиса. Он, наконец, получил его. Хансиа подавил волнение, открыв дневник. Он вел себя так, как будто все понимал, но журнал был написан на языке Сунилов, который выглядел как курсивный английский. Тем не менее, не имело значения, знал ли он язык или нет. Интерфейс отображал прогресс изучения, и пока он закончил читать книгу, он уже получил подкласс. Чтобы получить дневник через миссию, нужно было иметь чрезвычайное везение. Процедура получения дневника была сложной, поскольку никто не знал, кто такой Херлоус. Большинство людей не догадывались, что им является незнакомец, работающий в баре. В основном игроки узнавали о дневнике, только подружившись с Херлоусом и выпив с ним. Опьянев, Херлоус начинал рассказывать о своем брате. Но Хансиа знал эту информацию, поэтому решил не ходить вокруг да около, опустив всю сложную процедуру. Лердин удивленно спросил, ты умеешь читать на нашем языке? Хансиа закрыл книгу и ответил, нет, не умею, тогда зачем так внимательно изучаешь? Херлоус уставился на Хансиа с широко раскрытыми глазами. Просто считай, что я отдал дань уважения твоему брату, спасибо за выпивку. Хансиа отложил дневник и улыбнулся, отвернувшись. Ты очень странный, надеюсь ты не будешь меня беспокоить в будущем. Херлоус крикнул вслед Хансиа. Возможно, Буду Хансиа игриво оглянулся. Выйдя из бара, Хансиа открыл интерфейс и посмотрел на новое уведомление. У него было отличное настроение. Он наконец получил подкласс, и то сумасшедшее количество опыта, которое он успел накопить, наконец могло быть использовано. Вы получили подкласс с военный инженер. Глава 339. Стратегия РАШ военный инженер УР 1 плюс 1 выносливости, плюс 3 интеллекта, 1,5% близость к технике, плюс 2 очков стата, плюс 1 очко способностей. Вы приобрели навык мастерство боевой техники. Вы приобрели навык быстрый ремонт боевой техники. Для механиков, получение подкласса военный инженер имело колоссальный эффект. Навыки и атрибуты военных инженеров идеально соответствуют классу механика, поэтому этот подкласс был эквивалентен половине основного класса. Повышение уровней этого подкласса приносило максимальную пользу механикам. Классы инженерного типа фокусировались на повышении интеллекта и не давали никаких боевых способностей. Тем не менее, стать инженером было более ценно по сравнению с некоторыми дополнительными боевыми навыками. Военные инженеры специализировались в улучшении военных машин, таких как турели, броня, щиты и т.д. Тем самым этот подкласс сдавал дополнительные преимущества при создании оружия. Хансиа использовал накопленный им опыт и максимизировал оба навыка. Мастерство боевой техники УР-10. При использовании боевой техники дополнительный бонус 18% к атаке и защите. Быстрый ремонт боевой техники УР-10. При ремонте боевой техники эффективность увеличивается на 24%. Во время процесса восстановления случайным образом восстанавливать 3%, 6% прочности. Шансы зависят от интеллекта. Эффекты двух этих навыков были простыми, но идеально подходящими механикам, и они были чрезвычайно полезны для нынешнего Хансиа. Однако главной причиной, по которой он хотел получить подкласс, был навык, который приобретался после максимизирования подкласса. Он использовал 90 миллионов очков опыта, также довел свой подкласс до максимального уровня. Военный инженер УР-10. Макс. Плюс 1 выносливости, плюс 3 интеллекта. 1,5% близость к технике. 2 очков стата, плюс 1 очко способностей. В общей сложности этот подкласс сдал ему 10 очков выносливости, 30 очков интеллекта, 15% близости к технике, 20 очков стата и 10 очков способностей. Ну и не надо забывать про очки статов и способностей, которые он получал при каждом повышении уровня. В настоящее время атрибуты интеллекта Хансиа достигли 391 очков. Добавить к этому очки стата, и он даже не перевыполнит требования по продвижению в классе 400. Доведя военного инженера до максимального уровня, он получил-получил новый навык. Вы получили навык военная модификация. Вы получили навык просветления в военной технике. Военная модификация УР-10. При создании или модификации военной техники, статы оборудования увеличиваются на 8%, 14%. Примечание. Баф основан на исходных атрибутах и не включает статы других бафов. Это то же самое, что иметь еще одно повышение мощности для оборудования. Хансиа кивнул и посмотрел на другой навык, которую он хотел получить больше всего. Просветление в военной технике. Вы получили просветление. При создании новой военной техники. 30% успеха при строительстве новой производственной линии. 10% качества производственной линии. Минус 18% затрат на ресурсы и 20% скорости производства. Производительность была основой этого подкласса. Механик наращивали мощь поэтапно, и каждое их усиление совпадало с определенным вехом. Одним из них было в момент, когда механики научились быстро создавать орудия прямо во время битвы, что стало одной из причин, по которой механики стали столь сильными в версии 3.0. А в более поздних этапах уже появилась возможность массового производства. Массовое производство было жизненно важным шагом для разработки самой взрывной, самой жестокой и самой дорогостоящей тактики, которая была известна как стратегия Rush Angle. Rush, дословно натиск, напор. Если помните, в Старкрафте была такая стратегия при игре за зергов. По идее механики используют лучшее оружие, сделанное из лучших материалов. Но во время массового производства созданное оружие имеет низкое качество. Хотя разница в качестве между обычными оружиями и массово произведенными оружиями огромная, при массовом производстве, механики могли просто преодолеть эту разницу за счет количества. Механики и маги были двумя могущественными классами на более поздней стадии. Стратегия Rush механиков и стратегия массового призыва магов могли превратить битву один на один в выживание против орды зомби. Эти два стиля битвы привели к дисбалансу в игре, потому как лишь немногие игроки могли выиграть против них. Однако, хотя эти две стратегии были сильны, цена часто заставляла усомниться в выгодности этой стратегии. Стоимость создания одной армии была пагубной для игроков. Более того, на более поздних этапах игры все игроки имели возможность сражаться против армии. Таким образом, хотя стратегия Rush позволяла одолеть противника, затраты при этом были просто колоссальные. При проведении нескольких последовательных матчей, игроки могли израсходовать все свои средства. А при использовании стратегии Rush обоими сторонами, то вообще, за один матчоги могли оставить все свое состояние. Поэтому в прошлом стратегии Rush практически никем не использовался. Даже если у кого-то из игроков была эта стратегия, они держали его как свой козырь. Используя эту стратегию только в самых крайних случаях, Хансио проанализировал ситуацию. Поскольку игроки находились в более слабой стадии, он мог легко с ними справиться. Тем не менее, игроки станут более смертоносными на более поздней стадии, и выучат различные навыки и способности. Хансио не хотел рисковать, и поэтому обязательно хотел иметь у себя на вооружении эту стратегию. Что? Стратегия Rush слишком затратная. В глазах великого механика Хана деньги не были проблемой. Тем более, что Хансио получил возможность сократить расходы, он не беспокоился о расходах и деньгах в будущем. У Хансио был долгосрочный план развития. Даже при том, что у него пока не было способности конвейерной сборки, он получил важные навыки. Уровень 80 было отметкой для продвижения в классе, и для этого требовалось потратить 60 миллионов опыта. Хансио вздохнул, для него это было как два пальца об асфальт. В версии 2.0 максимальный уровень был 90, а в текущей версии уровень 60. Игроки в версии 1.0 ничего не знали о миссиях по продвижению в классе. Поскольку они не могли преодолеть барьер, игрокам нужно будет выполнить две миссии по продвижению класса на уровне 60 и 80. Продвижение в классе на уровне 60 было сложным, но не настолько, как на уровне 80. Легким оно было лишь в глазах великого механика Хана. Игрокам нужно будет потратить огромное количество времени, чтобы набрать 60 миллионов очков опыта. Хансио с легкостью потратил 90 миллионов опыта, чтобы повысить свой уровень с 70го уровня до 80го. В то время как у игроков не было таких накоплений, и им нужно было повышаться постепенно уровень за уровнем. Кроме того, продвижение класса не возвращало затрат опыта, что еще сильнее огорчало игроков. У Хансио было хорошее настроение, и он подумал про себя. Мне нужно всего лишь еще два знания и я продвинусь в классе. Если я смогу заработать достаточно денег во время этой миссии, мне останется просто вернуться домой, успокоиться, найти хорошую жену и завести детей. Это, конечно, звучит скучно. Ну, я могу изменить класс и получить новый основной класс. Выйдя из бара, Хансио и Лердин бродили по лесному городу. Небо было заполнено звездами, и нежный свет звезд освещал дорогу. Хотя эта планета была опасным местом, природа здесь была прекрасной. Вдалеке виднелись зеленые горы и леса. Шелест листьев доносился эхом с дуновением ветра, и прекрасное чистое небо, открывающее замечательный вид на звезды. Хансио мог понять, почему Сунилы так держались за эту планету, желая остаться тут. Покачав головой, Хансио вспомнил цитату. «Самые опасные вещи часто кажутся самыми прекрасными. Куда ты направляешься?» Спросил Лердин. «Просто гуляю. Тогда давай уйдем отсюда и отправимся на базу. У тебя нет дел в городе?» Спросил Хансио. «Не хочешь вернуться домой?» Лердин покачал головой. «У меня нет семьи». Хансио погладил подбородок. «Какая у тебя миссия?» Это самая опасная миссия. Вы, супер, и уже отдали свои деньги, заработанные кровью, потом и слезами, для дальнейшего развития расы, и вас все равно отправляют на такую опасную миссию. Неудивительно, что вас считают героями. В глазах Лердина читалось смущение. Он хотел было что-то сказать, но передумал и покачал головой. Хансио заметил эту смену эмоций. Он был рад, что получил информацию, которую хотел. «Я не ошибся». Сюжетную линию Сунилов можно запустить уже сейчас. Миссия по защите лесного города не была главной целью Хансио. Его интересовала именно сюжетная линия. Глава 340. Катастрофа началась. Лердин ушел, чтобы присоединиться к передовым разведывательным силам. Хансио ничего не осталось, кроме как сидеть и ждать на военной базе. Тем не менее, он уже добился своей цели по получению подкласса, так что у него пока не было необходимости снова входить в город. С приближением даты катастрофы влияние волн становилось все более и более очевидным для всех на планете. Глубоко в душах людей внезапно раздавался размытый голос. Голос казался чуждым и знакомым одновременно. Однако всякий раз, когда они пытались прислушаться, чтобы понять, о чем говорит этот голос, он сразу же исчезал, как будто его никогда не было. Этот духовный шепот воздействовал на разум живых существ, вызывая волну эмоций. Наемники не были исключением, эти голоса также давили на них, усугубляя и без того депрессивное настроение. Сунилы, с другой стороны, вели себя как обычно, и занимались своими делами, как будто ничего не случилось. Это было воздействие камней пророчества. Более разумные существа могли подавить эти голоса. Однако, когда камни начинали выделять энергетические волны, воздействие на разум увеличивалось в разы. Для зверей, постоянно живущих под воздействием этих голосов, хватало небольшой волны, чтобы сойти с ума. Другими словами, волны были искрой, приводящей к катастрофе. Ту-у-у-у-у-у-у-у-у. Прозвучали пронзительные звуки сирены, которые были слышны на всех уголках базы. Этот звук означал только одно. Звери напали. Атмосфера на базе внезапно стала напряженной. Солдаты побежали к своим позициям. Наемники также быстро присоединились к своим группам. В целом, после многодневных тренировок, все действовали слаженно. Различные виды танков и бронетехники пришли в движение, и в воздух поднялось головокружительное количество антигравитационных турелей. Ду-у-у-у-у. Девять линейных кораблей галактического класса медленно поднялись в небо, разгоняя ветер и песок. Они были похожи на девять крепостей в воздухе, которые охраняли небеса над лесным городом. Хансиа опустил голову, заметив, что несколько маленьких камней начинали немного вибрировать на земле. Поначалу земля только слегка дрожала, но интенсивность постепенно росла. В лесной чаще слышался леденящий рев и вопли разных зверей. Деревья сгибались, образуя проход, под натиском морды зверей, как будто гигантские змеи скользили между ними, направляясь к равнинам перед городом. Звери вот-вот должны были выскочить из леса. Солдаты нервно сглотнули, многих прошиб холодный пот. Прозвучал громогласный рев, деревья близ равнин повалились, и из леса бесконечным потоком начали выбегать звери. Звери топтали друг друга и неслись, как будто сошли с ума. Было ощущение, что их накрыла тьма, затмив их разум. Эта сцена повергла в ужас многих из присутствующих. Огонь отчаянно отдал приказ офицер. Бум! В следующий момент бесчисленные артиллерийские установки вокруг оборонительного круга сразу же открыли огонь по всем направлениям, вызвав оглушительные взрывы. Катастрофа началась. Лесной город состоял из пяти основных оборонительных стен. На первой стене были установлены автоматические турели, а равнина перед ней была усеяна минами. Согласно плану битвы, этот участок будет координироваться с огневой поддержкой стыла, чтобы рассеять орды зверей. Перед второй стеной находилось множество крепостей, рвов, ловушек и электрических стен, чтобы замедлить движение зверей, позволяя антигравитационным турелям, основным батареям, а также линейным кораблям наносить существенный урон ордам зверей. За второй стеной располагался железный оборонительный рубеж. Различная бронетехника и команды обороны выстроились в ряд, ожидая вторжения зверей. Когда звери пройдут вторую стену, в битву вступит войско обороны. Отряд Нивилла также располагался здесь. За третьей и краткой и четвертой стенами располагались артиллерийские формирования. Их целью было обеспечить поддержку огнем фронтовым войскам. Войска быстрого реагирования и другие войска поддержки также располагались размещены за третьей стеной. В более спокойное время, отряды, размещенные за третьей и четвертой стенами, занимались ремонтом оборудования и помощью в оказании первой медицинской помощи пострадавшим. Группа наемников Blackstar была размещена за третьей стеной. Они были назначены в тяжелую бронетанковую дивизию дальнего боя с кодовым названием G7. Три боевых танка класса крепости служили основной огневой мощью формирования. Эти танки могли соединиться в одну гигантскую башню, зафиксировавшись на земле. Также в их дивизии было 18 подвижных тяжелых артиллерийских установок и приличное количество сухопутных войск, которые сопровождали танки. Так как Хан Сиа являлся механиком, ему поручили управлять одним из этих тяжелых артиллерийских установок. У него была только одна задача – стрелять из пушки. Большинству людей с классом механика назначили те же роли в базе. Обладая особыми способностями и навыками, относящимися к технике, они могли увеличить урон, наносимый оружием. Хан Сиа не был исключением. Во время такого масштабного события, как катастрофа, отдельным людям было практически невозможно повлиять на исход битвы самостоятельно, за несколькими исключениями. ПТУМ Артиллерийские снаряды покрыли небо по периметру, после чего пролетев по дуге, врезались в зверей, в результате чего небо поднялся кровавый туман. Плоти кости зверей разлетелись на части, сцена была ужасной. Черный прилив был на мгновение и был откинут к лесу. Однако звери позади не страшились и перепрыгивая через тела своих сородичей, пробивались к городу сквозь шторм артиллерийских снарядов и взрывов. Запах пороха и крови смешался воедино, и этот запах задувал к городу с порывом горячего ветра от многочисленных взрывов. Бум, бум, бум. Хан Сиа чувствовал сильную отдачу после каждого выстрела из артиллерийской пушки. Он стрелял выстрел за выстрелом, наблюдая, как за снарядами тянулась горящая дуга, после чего снаряд утопал посреди зверей в тысячах метров и распускался, как оранжевый цветок в сердце черного прилива. Стрельба из этого массивного артиллерийского орудия вызывала в нем трепет. Бескончная череда уведомлений высвечивались в его интерфейсе, уведомляя о полученном опыте. Хотя использование оружия Сунилов поиводило к уменьшению получаемого опыта, Хан Сиа делал это главным образом, чтобы рассчитать, сколько опыта в этой битве смогут получить игроки. Более того, возможность участвовать в битве такого масштаба была очень волнительной для игроков. Они чувствовали, что являлись частью исторического момента и делали все возможные. Черный прилив был остановлен на первой стене. Огонь покрывал каждый дюйм земли, на котором были звери, и те едва могли продвигаться вперед, пробираясь сквозь трупы. Одик из наемников-новичков, назначенный на артиллерийскую установку рядом с Хан Сиа, небрежно сказал. Катастрофа оказалась не такой уж и страшной. Звери не могут даже пройти первую стену. Хан Сиа бросил на него взгляд, но он ничего не ответил. Этот желторотик, скорее всего, не слушал, когда суннилы рассказывали им информацию о полчищах зверей. Это была только первая волна и она состояла в из зверей меньшего размера. Самые большие из зверей были не выше 10 метров. На основании информации, которую им выдали, это были еще только цветочки. Впереди их ждал настоящий кошмар. Артиллерийский обстрел продолжался 4 часа, просо и чего начал постепенно стихать. Войска поддержки быстро устремились через поле битвы, чтобы доставить боеприпасы солдатам на передовой. Подразделения с огнеметами были также отправлены на поле, чтобы сжечь трупы и кровь на равнинах и предотвратить распространение любой заразы или скверны. Солдаты сменились. Все отряды сменялись через определенные промежутки времени. Ни один солдат не мог обойтись без отдыха в такой напряженной битве, как эта. Когда Хансио также сменился и начал отходить от своей артиллерийской платформы, чтобы отдохнуть, он услышал звуки двигателей над головой. Взлетела новая эскадрилья разведчиков. Передовые разведывательные части давно ушли в густые леса. Опасность, с которой они столкнулись, была во много раз выше, чем у оборонительных войск вокруг города, и их операции осуществлялись под постоянной угрозой смерти. Они были одни, как маленькие лодки, плывущие по океану во время цунами. Вскоре передовая разведка доложила информацию. Следующая волна зверей уже на подходе. Новая смена солдат приготовилась на своих позициях в ожидании врага. Предыдущая сцена повторилась, однако на этот раз черный прилив почти преодолел внешний периметр. Когда звери уже были близки у прорыву, в воздуз взлетели истребители и накрыли равнины взрывами из управляемых ракет. Огонь и взрывы вновь поглотили полчища. Истребители сунилов были небольших размеров и очень маневренными. Двигатели на крыльях истребителей имели конструкцию, схожую с двигателями на крыльях амфиптера. Хансиас первого взгляда смог сказать, что эти истребители очень хорошо подходят для быстрых воздушных боев. Враги все еще наступали, и, хотя казалось, что зверям не видно ни конца, ни края, окружающие войска не пугались. Далекое расстояние зверей и стальные крепости вокруг них давали им ложное чувство безопасности. У солдат сунилов, с другой стороны, были лица, полные беспокойства и сомнений. В этот момент несколько темных точек появились над горизонтом. К ним быстро приближались летающие звери. Существа во более мелкого размера имели размах крыльев менее метра в длину, среди них были особи покрупнее, размах крыльев которых составлял несколько метров. Они выглядели свирепо и не были похожи ни на одно существо, которое когда-либо видели наемники. Некоторые звери выглядели как гигантские тараканы. В информации, которую они нам выдали, говорилось, что летающие звери не появятся в течение первых трех дней. Кажется, в этот раз они появились раньше. Как только эта мысль мелькнула в голове Хансиа, командир Г-7 выдал новую команду. Переключитесь на зенитные снаряды и отрегулируйте прицел. Огонь по небу. Артиллерийские эскадрильи последовали приказу и начали атаковать небесных тварей, в результате чего кровавые тела обрушились на землю. Самолеты-истребители поднялись в още, чтобы стряхнуть воздушных зверей и выпустили ракеты, которые рисовали оранжевые дуги в воздухе. Истребители были оснащены простым энергетическим барьером. Первая волна воздушных зверей была способна лишь использовать свои острые когти и зубы и не могла пробить барьеры. Самолеты-истребители врывались в рой зверей и выходили из них, похожие на средневековых рыцарей, которые атаковали пехотные части. Эта битва была уже в масштабе массивного небесного сражения. Время пролетело незаметно на фоне всех напряженных боев. Сначала наемники сражались непринужденно. Однако после трех коротких дней, когда количество и размер зверей возросли, они перестали смеяться. Непрерывные бои начали всех выматывать. Хансио исправно выполнял свои обязанности, и ему наконец позволили управлять гигантской пушкой. На четвертый день появились враги, которые могли угрожать безопасности внутренних периметров. Поверхность земли шла волнами, когда появилась группа зверей, которые могли копать и передвигаться под землей. Врещавшись в железобетонную стену третьей секции, они выскакивали из-под земли. Это был первый раз, когда тыловые войска увидели зверей на таком близком расстоянии. Появление земли роющих зверей сигнализировало о начале ближнего боя. Супипы, ожидавшие за третьей стеной, наконец могли тоже проявить себя. Началась яростная битва. Глава 341. Ремонт на поле боя звери выползли из-под земли и обнажили свои клыки, устремившись к линии обороны. Да, да, да. Солдаты Сунилов вели непрерывный огонь по зверям. Битва больше была похожа на бойню. Вырвавшиеся из-под земли звери не успели предпринять никаких действий, как оказывались убиты. На земле были разбросаны внутренности и разбитые куски панциря зверей. Держать строй. Тон Невилла был резким и холодным, когда он отдавал приказы команде обороны Б-12 под его командованием, через интерком, установленный в его костюме капрала. В его подчинении было 30 солдат, и их перекрестный огонь не давал зверям пробиться дальше. В промежутках между выстрелами Невилла глядывался по сторонам, оценивая обстановку. Эта волна землеройек не доставляла особых хлопот, у некоторых солдат были повреждены костюмы, но жертв и раненых не было. Бум! Две черных землеройки внезапно вылетели из-под земли прямо рядом с командой обороны Б-12. Разину в пасте, они набросились на Невилла и солдата рядом с ним. Другие члены команды не успели направить на них свое оружие, но Невилл уже отреагировал. Он отбросил свое оружие, в мгновение ока вытянул свои металлические руки и аккуратно схватил раскрытую пасть зверя, не позволяя его клыком вонзиться в шлем. Из суставов механической руки вырвался мощный газ. Все суставы были напряжены, удерживая пасть зверя раскрытой. В следующую секунду из его запястья вылетел диск с зубьями, отрезав половину пасти зверя. Зверь в агонии атаковал когтями, Невилл выдержал эти удары, встал на ноги и схватил зверя, бросив его на землю. Затем он наступил на его горло своими огромными металлическими ногами, прижав к земле борющегося зверя. Затем, достав с запястья два электромагнитных пистолета и выстрелил в череп зверя. Его броня окрасилась кровью зверя, и часть тактического экрана была заблокирована слизью. Последовательность его действий была быстрой и плавной, как будто он и не носил тяжелую и громоздкую броню. Другой солдат, на которого напали, был не так силен. Его шлем был изогнут и деформирован, почти сплющен, и кровь стекала на землю из щелей шлема. Это была первая смерть. Он много раз выстрелил в живот зверя перед смертью, выполняя свой долг до последнего момента своей жизни. Он даже беспокоился о Невилле, желая помощь капитану, перед смертью. Он уже повернул дуло автомата на зверя напавшего на капитана, но у него не хватило сил нажать на курок. Доспехи новобранцев-сунилов увеличивали боевые возможности обычных солдат, и они более чем подходили для противостояния сильным животным. Бронированный костюм капрала Невилла имел еще более высокие характеристики. Даже не являясь супером, с характеристиками Кастбма и его опытом ветерана, он мог противостоять большинству супернаемников. Невилл поднял пулемет, выстрелил и добил второго зверя вместе с остальным. Он лишь бросил короткий взгляд на труп своего подчиненного, и без каких-либо изменений в голосе продолжил раздавать приказы. Держать строй, битва еще не закончилась. Прослужив более десяти лет в армии, он уже потерял счет, сколько раз надевал эту броню. За свою долгую военную карьеру он принял участие в оборонительной войне против Темной Звезды, участвовал в экспедиции по переселению на новую планету и участвовал в разведке по исследованию местности планеты Сунил. С каждой катастрофой, число ветеранов становилось все меньше и меньше, и его старые друзья исчезали один за другим. Команда Невилла пополнялась несколько раз. Его нынешние подчиненные все были новобранцами, которые прослужили в армии всего несколько лет. Он всегда руководил командой для выполнения опасных миссий, поэтому его отряд нес колоссальные потери, среди них было и много друзей, которых он знал много лет. Сожаление, в его словаре не было такого слова. Невилл не заботился о смерти своих подчиненных. Чтобы защитить расу, без жертв не обойтись, это всегда было его жизненным кредо. В глазах других не было никаких сомнений, что Невилл был очень хладнокровным командиром. После победы над этой волной зверей, разведывательная группа отправила сообщение о том, что перед следующей атакой будет приличная пауза. Невилл немедленно запросил ремонтную бригаду. К лагерю подъехал грузовик с техникой, группа ремонтников со всевозможными устройствами и металлическими пластинами начала чинить броню команды защиты. Невилл был окружен группой техников по обслуживанию, которые что-то варили и прикручивали, и в это время он увидел идущего к нему Хансиа. Так как Хансиа был знаком с Лердином, у Невилла было хорошее впечатление о нем. Он сказал тихим голосом. Наемник, вернись на свою позицию. Я прошу о смене миссии, произнес Хансиа. Нет более безопасной миссии, ваша. Тон Невилла был очень резким. Он видел много наемников, которые просили о смене миссии на месте, потому что ужасались от катастрофы и не хотели оставаться на опасной линии фронта. Сунилы не заставляли наемников принимать участие в опасных битвах. Они лишь вычитали определенное количество очков доверия и вознаграждения. Конечно, Невилл обычно избавлялся от них как можно скорее. Ему казалось, что даже одно слово сказанное им является пустой тратой энергии. Он предпочитал использовать это время, чтобы закрыть глаза, отдохнуть и восстановить силы. Однако то, чем Хансиа занимался прямо сейчас и была самая легкая миссия. Невилл Дадди не знал, как реагировать на этот запрос Блэкстера. Он настолько боялся смерти, что хотел получить еще более безопасную работу. Нет, он же друг Лердина. Он не должен быть таким человеком. Невилл подавил свое раздражение и спросил. Какую миссию вы хотите? Моя команда хочет присоединиться к отряду разведчиков. Как только он произнес это, отдыхающие солдаты и наемники удивленно взглянули на него. Невиллу показалось, что он не расслышал. Это была самая опасная миссия, которую избегали практически все наемники любой ценой. Это был первый раз, когда кто-то сам просился разведку. Невилл был человеком нескольких слов, но, несмотря на это, ему все равно стало любопытно. Почему у членов моей команды есть особые способности? Они хорошо подходят для выполнения опасных миссий, ответил Хансиа. Кроме того, Лердин – мой друг. Хотя мне все равно придется попросить о дополнительной плате. Это мой принцип. Я доложу о вашем запросе руководству. Тон Невилла уже не был таким холодным, и окружающие солдаты проявили свое уважение. Независимо от их причин, эти наемники были готовы подвергнуть себя опасности ради расы Сунилов. И хотя они ничего не об этих наемниках, этого действия было более чем достаточно, чтобы Сунилы зауважали их. Наемники болтали между собой. Их также заинтересовала команда Хансиа. Что это за группа наемников? Кажется, они называют себя Блэкстар. Никогда не слышал о них. Возможно, новенькие. Они, конечно, трудолюбивы, но зачем оплата не стоит их смертей? Вскоре на интерфейсе появилась новая миссия «Разведка дикой местности». Награда – 8000 на И. Поскольку Хансиа запросила смене миссии для всей группы, у других игроков также активировалась новая миссия. Увидев, что миссия изменилась, Хансиа остался доволен. Из-за нехватки очков доверия, они не могли выбрать другие миссии в зале альянса наемников Хаба Джуберли. Однако, они могли без проблем договориться с местными, оказавшись на месте. Хотя частный найм не добавит очков доверия, это не повлияет на сумму награды и может также принести им очки славы. Разведывать дикую природу было действительно опасно, поэтому Хансиа не собирался идти сам. Вместо этого он хотел, чтобы этим занялись игроки. Они все равно не умрут, поэтому они идеально подходили на роль разведчиков, и он также сможет получить награду, когда игроки выполнят миссию. Игроки были удивлены. Хотя оставаться в лагере было безопасно, тут было скучно. Увидев увеличение суммы вознаграждения, они с нетерпением ждали начала. Игрокам вообще не было никакого дела до опасности, которые их может ожидать в лесу. «Еще одна просьба, я хочу присоединиться к команде по ремонту на поле боя», – сказал Хансиа. «Я механик довольно опытный». «Ремонт на поле боя», – Нивилл нахмурился. «Мне кажется, я отлично справлюсь с этим заданием». «Ремонт рассматривался как часть логистики, и у каждой расы были свои механики, занимавшиеся этим». «Было неразумно разрешать заниматься этим наемникам, это было равносильно выбрасыванию денег на ветер». «Однако Нивилл не торопился отказывать». «Группа наемников Блэкстар только что подала заявку на выполнение самой опасной миссии, и поэтому просьба их лидера не переходила границы. Хансиа взял бронированный костюм новобранца и начал его ремонтировать. Он использовал всевозможные инструменты один за другим, то тут, то там вспыхивали электрические искры. Пока остальные сумели отреагировать, броня была отремонтирована примерно на 90%. Его близость к технике была очень высокой, к тому же его подкласс военный инженер давал ему преимущество при ремонте военного оборудования, поэтому его скорость ремонта была быстрой. «Вы ремонтируете оборудование только во время перерывов, будет очень опасно, если оно повредится во время боя. Однако я достаточно силен, чтобы защитить себя на поле боя, одновременно выполняя ремонт, обеспечив вам дополнительную безопасность». Нивилл спросил своего командира и получил положительный ответ. «Хорошо, мы даем свое согласие». Ремонт на поле битвы требовал от механиков присутствия на фронте во время боевых действий. Хансиа сам отказывался от своей безопасной позиции и, рискуя своей жизнью, рвался на передовую. Сунилы были глубоко тронуты, его поведение было образцом чести и благородства. Таких людей осталось слишком мало. Кленова Луна также была тронута поведением Хансиа, она сразу вспомнила о его цели выхода в космос. У каждого главного героя есть своя собственная личность. Праведность, кажется, течет по его венам, всем ли героям присуще такое поведение? После того, как миссия изменилась, все игроки отправились на инструктаж перед разведкой дикой местности. Они должны выдвинуться до следующего нападения, и они временно расстались. Хансиа больше не нужно было управлять пушкой, он присоединился к команде по ремонту на поле боя. Естественно, все это было частью его плана. Механики могли сделать обратную проектировку оборудования после ремонта и модификации, но это требовало большого опыта. Хансиа не испытывал недостатка в опыте, пока у него было достаточно шансов сделать ремонт, он сможет выяснить чертеж. Его больше всего интересовали костюмы новобранца и капрала, потому как характеристики этих массово производимых костюмов были довольно высокими, и их можно было продавать игрокам в больших количествах. Он мог не только заработать на этом целое состояние, но и увеличить среднюю численность своей группы наемников. В течение следующих двух дней команда защиты вела постоянные контактные бои. Их оборудование часто повреждались, поэтому Хансиа практически без перерыва бегал между салфтами и выполнял ремонтные работы на поле боя. Его прогресс с обратного проектирования постепенно увеличивался, с каждым новым оборудованием, которое он ремонтировал. Хотя его мотивы не были чисты, его своевременный ремонт на поле боя действительно спас жизни многим солдатам-защитникам. Эффект был очевиден. Даже Нивилл, который не обращал внимания на травмы и смерть своих подчиненных, оценил помощь Хансиа. Глава 342. Скрытые мысли поздней ночью в лесу, в двухстах милях от лесного города. Разведывательная команда бежала изо всех сил, пробираясь сквозь лесную чащу. Они сильно волновались, панически оглядываясь, словно что-то ужасное гналось за ними. Из глубины леса доносился шелест листьев. Звук постепенно становился ближе и над командой то и дело проносилась черная тень. Команда состояла из трех человек, все они были суперсунелыми. Капитан Фуми дрожащим голосом подгонял остальных членов команды. Ни в коем случае не останавливайтесь. Ночные мотыльки уже позади. В зависимости от появления различных животных, катастрофа делилась на разные стадии. Появление ночных мотыльков знаменовало вступление в среднюю стадию. Эти звери в основном были активны ночью, и с их появлением начнутся опасные ночные сражения. Духовным волнам подвергались все звери планеты, и лесной город сталкивался лишь с небольшой частью этих зверей. В остальных частях планеты также звери яростно убивали друг друга. Нигде не было безопасно. Одной из причин массового вторжения зверей являлось то, что более слабые звери инстинктивно чувствовали давление зверей на вершине пищевой цепи, поэтому они активно покидали их территории группами, и какая-то часть этих групп проходила через лесной город. Поскольку звери умирали в больших количествах, запах крови начинал привлекать более сильных зверей. Цель разведки дикой природы состояла как раз таки в том, чтобы выявить виды атакующих зверей и предупредить лесной город. Это было очень опасное задание, так как встреча со зверем в дикой природе означала почти верную смерть. Эта разведывательная команда уже отправила сообщение обратно, и теперь спасали свои жизни. Чувствуя холодный взгляд и темную тень в нескольких дюймах позади, все трое были в ужасе. Фумей сжал зубы, его сердце наполнилось сожалением. Снова все так обернулось это уже не в первый раз. Он пережил три катастрофы, и все три раза его выбирали в команду по разведке. Он бесчисленное количество раз оказывался на грани смерти, и шрамы на его теле все еще иногда ныли. Пока он бежал, его не покидала мысль, что с него хватит. Когда Сунилы столкнулись с первой катастрофой, Суперы добровольно вернулись домой, чтобы защитить расу, и Фумей был одним из них. Однако сейчас он чувствовал усталость от сопротивления. Кипящая кровь рано или поздно остынет. Он продолжал отдавать расе всего себя, но ничего не получил взамен. После всех этих лет терпение Фумея уже давно иссякло. Он и в самом деле очень любил свой дом, но это не значило, что его раса может использовать их суперов, как заблагорассудиться, и рассматривать их как инструменты. Их рассуждения о продолжении расы давно стали утомительным оправданием в ушах Фумея. Это было слишком несправедливо. Терпение Фумея достигло предела. Он и так отдавал заработанные им деньги для расы, так еще и должен был жертвовать своей жизнью в минуты опасности. Какой имеет право раса просить у него так много? Неужели он не мог попросить ничего взамен, только потому, что это была его собственная раса? Какой они имеют право заставлять такого сильного человека, как он, брать на себя такую большую ответственность? После становления наемником, границы познания Фумея расширились, и у него все меньше появлялось желание жертвовать собой ради своей расы. Жизнь была драгоценна, и у него была лишь одна жизнь. Многие воины имели твердые убеждения, но было также немало воинов, думавших, как он. После стольких лет упорного труда, он решил, что уже сделал достаточно для своей расы. «Если я смогу остаться в живых в этот раз, я больше никогда не вернусь и не буду беспокоиться о катастрофе», — размышлял Фумей, стиснув зубы. Внезапно перед одним из разведчиков возник хвост зверя, вылетев из темноты как кнут и отрезав от остальных. В конце хвоста было острое костяное жало, которое было нацелено в живот разведчика. Разведчик зарычал, и пламя бойца покрыло его тело. Он разорвал хвост на части, и ему в лицо брызнула черная жидкость. Контратака на мгновение замедлила разведчика, и это мгновение решило его судьбу. С вуш-ш-ш-ш. Десятки хвостов вырвались из темноты и скрутили этого бойца, мгновенно втянув его в лес. Фумей немедленно обернулся и увидел, что в лесу вспыхнуло еще более сильное пламя бойца, демонстрируя, что он являлся супером с класса. Однако пламя горело только полсекунды, прежде чем взорвалось и потухло, как и тело воина. Фумей почувствовал тепло на лице. Прикоснувшись, он обнаружил, что это была теплая кровь его товарища. Менее чем за секунду боец класса C был разорван в клочья. Страшный рык ночных мотыльков отозвался эхом в лесу не только сзади, но и спереди, окружив двух оставшихся разведчиков. Тысячи шатающихся теней, похожих на кнуты, появились в темном лесу. Бум-бум-будум. Взорвавшиеся снаряды от пушек осветили ночное небо. Эта волна зверей длилась пять часов. Битва достигла горячей стадии, и третий защитный круг был заполнен тушами землероек. Солдаты сражались слишком долго, им была необходима замена, все их доспехи были более или менее повреждены. Стояла глубокая ночь, Хансио носился с большим ящиком с инструментами и обходил по кругу отдыхавших солдат, ремонтируя их снаряжение. Времени было мало, и перед солдатами стояло ответственное задание, они должны были вернуться в бой сразу после окончания ремонта. Были и другие команды по ремонту на поле боя, но мастерство Хансио было лучшим. Его имя уже распространилось среди команды защиты, и все отряды надеялись, что их снаряжения будут отремонтированы Хансио. Так они могли гарантировать свою безопасность, по крайней мере они знали, что отремонтированное оружие их не подведет. Сварка стальных пластин, фиксация контуров, переустановка систем, движения Хансио были плавными, как вода. Команда по ремонту на поле боя предоставила ему интерком, чтобы упростить выполнение заданий. Как только он закончил с ремонтом одной команды, поступил новый запрос. Команде защиты Б-12 срочно требуется ремонт, они ведут активный бой. Б-12 была командой Нивилла, поэтому Хансио бросился к месту. Команда Нивилла не сменилась на отдых, они все еще сражались. Ремонт во время битвы имел наибольший риск. Один из солдат увидев Хансио, поспешно позвал его, быстрее, сюда. Хансио подбежал к месту и обнаружил Нивилла, лежащего на земле. Его броня получила сильные повреждения, между грудью и животом виднелись следы когтей, откуда выстреливали электрические искры. Трубки были сломаны, и энергетическое устройство отключилось. Нивилл не мог подняться с земли, поэтому группа солдат охраняла его со всех сторон. Черт бы вас побрал новобранцев, убирайтесь отсюда. Я не разрешал вам покидать свои позиции. Нивилл кричал яростно, но солдаты не слушали его, решив защитить. Из-за того, что строй был нарушен, в этом участке появилась брешь, и небольшая землироек прорвалась вглубь. В таких случаях, требовалась помощь отрядов быстрого реагирования. Подкрепление прибыло незамедлительно и устранило угрозу, это был обычный процесс. Однако в глазах Нивилла это было абсолютным нарушением долга, поэтому он изо всех сил пытался встать в приступе ярости. Не двигайся. Хансио придавил Нивилла, достал материалы и инструменты и начал свою работу. Нивиллу проказалось, что рука Хансио была подобна горе, славившим его тело. Он не мог двинуться, как бы он ни старался. В конце концов, он сдался и попытался поторопить Хансио. Быстрее. Заткнись, сказал Хансио, не меняя выражения. Бронированный костюм капрала оборонительного типа прогресс с обратного проектирования. 27% в течение нескольких дней, проведенных в команде, он в основном ремонтировал костюмы новобранцев, и он уже потратил миллионы опыта, чтобы получить их чертежи. Однако ему не так часто удавалось отремонтировать костюм капрала. Поэтому прогресс шел очень медленно. Он также догадался, что для создания бронированного костюма капрала может требоваться знание модификации тяжелых машин. Видимо, поэтому прогресс застрял. Кроме костюмов, ему также повезло отремонтировать другую технику, в том числе и артиллерийские установки, и получил чертеж парящей турели. Хотя Нивилл хотел скорее вернуться в строй, он мог только ждать окончания ремонта, и все же скорость работы Хансио заставила его почувствовать облегчение. Это не займет много времени, прежде чем он сможет вернуться к бою. Глава 343. Разделение в темноте. Пока Хансио ремонтировал, он бросил взгляд на космический флот над лесным городом. Почему космические корабли до сих пор не вступили в битву? Они защищают город от воздушных нападений, кроме того, корабли оборудованы очень мощными орудиями. Нет необходимости использовать их против этих маленьких зверей, ответил Нивилл. Хансио кивнул и сменил тему. Я слышал, что у вас есть костюмы командира, которые намного мощнее костюмов капрала. Почему вы, ребята, не используете их? Костюмы командира были утеряны давным-давно, еще когда нас атаковали на нашей родной планете, вздохнул Нивилл. Мы потеряли технологию изготовления этих костюмов. Сейчас у нас на складе хранятся четыре комплекта сильно поврежденных костюмов командира. Они повреждены на более чем 70%, поэтому восстановить их не представляется возможным. Хотя костюм командира мог носить кто угодно, только суперы могли раскрыть его истинный потенциал. Когда наша планета подверглась нападению, мы использовали все имеющиеся костюмы командиров, экипировав ими обычных солдат, которые вышли на поле битвы жертвуя своими жизнями. Мы очень благодарны тем солдатам, ведь без них не выжила и той малой части нашей расы, которые переселились на эту планету. Но в итоге у нас осталось лишь четыре поврежденных набора костюма командира. Эти четыре набора были ключом к нашему выживанию, и поэтому мы ищем способы их восстановить. Костюм командира был на совершенно другом уровне по сравнению с костюмами новобранцев и капралов. Последние два были стандартным снаряжением, но костюм-костюм командира был экипировкой самого высокого уровня и был сравним с элитными и суперэкипировками. Материалы, необходимые для изготовления одного комплекта костюма командира, могут быть использованы для изготовления нескольких сотен комплектов костюма новобранцев. Потеря технологии костюма командира означала, что падение этой цивилизации неизбежно. Возродив технологию костюма командира, они могли бы успешно противостоять катастрофе своими силами, не полагаясь на суперов. Бум! Земля сильно дрожала, и двое солдат в доспехах отлетели в сторону. Нивилл увидел что-то позади Хансиа и крикнул. Отойди! Подземный ракообразный зверь размером с быка подбросил солдат в воздух и напал прямо на Хансиа. Было очень много различных видов подземных зверей, и этот вид имел очень крепкую броню, которая была твердой, как сталь. Он мог блокировать пулеметные пули, поэтому с ним было чрезвычайно трудно справиться. Хансиа обернулся и достал золотой шар из кармана. Шар превратился в гнев Гарретто, и он без промедления активировал пылающую волю, а также несколько других навыков с критическим уроном. Яркий световой луч осветил ночное небо, насквозь пробив броню зверя, оставив следы ожогов. Войскам обороны требовалось более 10 секунд для убийства такого зверя, но Хансиа убил его мгновенно. Зверь еще пробежал на импульсе несколько шагов и упал у ног Хансиа, истекая вязкой жидкостью. Не удивляйся, я сильнее всех вас. Хансиа убрал оружие и продолжил ремонт, как будто ничего не произошло. Я забыл Нивилл раскрыл рот от удивления. Он относился к Хансиа как к обычному работнику логистического отдела, позабыв совсем о том, что тот являлся супером. Через несколько минут Хансиа отложил инструменты и сказал, готово. Доспехи снова были в полном порядке. Нивилл встал, дважды проверил работоспособность костюма, и побежал на поле битвы, ругая своих солдат за то, что они покинули свои позиции. Несмотря на то, что на них кричали, солдаты не жаловались. Они были действительно счастливы, что смогли спасти жизнь своего босса. Нивилл перестал ругать солдат и сосредоточился на битве. Он продолжал кричать и командовать своими войсками. Когда Хансиа уже собирался перейти к следующему пункту ремонта, раздался резкий сигнал тревоги. Хансиа остановился и огляделся. Предупреждение второго уровня. Катастрофа перешла в среднюю стадию. По воздуху распространилась загадочная холодная атмосфера, и группа черных теней вылетела из леса. Они были покрыты черным туманом и летели через поле в нескольких метрах над землей. Они легко избегали минные ловушки и уверенно уклонялись от большинства дальних атак. Наконец, в ярком свете появились очертания этих зверей. У них была темно-серая плоть без каких-либо волос. Они были высотой не менее трех или четырех метров и не имели никаких черт лица. У них были две антенны на голове, с помощью которых они ориентировались в пространстве. У них была пара ног с четырьмя острыми когтями на каждой и пара темных крыльев, как у летучей мыши. Кроме того, у них было три кнута подобных хвоста с жалом на конце. Ночной мотылек. Хансиа сразу же узнал этих зверей, им уделяли особое внимание на брифинге. Появление этих зверей означало, что катастрофа перешла на среднюю стадию. Начальная стадия уже была угрожающей, средняя будет по меньшей мере в десятки раз более опасной, смертельные случаи и повреждения увеличатся в разы. Через наушники был отправлен приказ об отступлении. Всем ремонтным бригадам срочно отступить на пятую линию обороны. Хансиа тоже последовал приказу и зашел за металлические ворота. После этого ворота плотно закрылись. Это были необходимые меры безопасности. Внезапно все линии обороны включили мощные фары дальнего света и направили их в небо. Темная ночь стала такой же яркой, как день. Приближающиеся ночные мотыльки визжали, когда на них светил свет, и они теряли чувство направления, сталкиваясь друг с другом, катаясь по земле, как будто они были пьяны. Затем на минном поле приземлилось довольно много ночных бабочек и взорвалось на куски. Антенны ночной мали чувствительны к свету, поэтому они могли двигаться только в темноте. Сунилы подготовили конкретные планы для определенных типов зверей. После достижения средней стадии катастрофы миссия была не такой простой, как стрельба из пуль. Теперь войска должны были использовать особую тактику для борьбы с определенными животными. Тактика была получена из всех кровопролитий предыдущих катастроф, и они наверняка уменьшат урон. В конце концов, было также много врагов, с которыми было трудно справиться. Токсичные ошибки были примером. Эти вещи были признаком финальной стадии. Каждый ночной мотылек был почти так же силен, как супер-д-класса. Они были очень проворны, и их хвосты легко пробивали броню. Из-за этого было уничтожено много башен, а оборонительные войска и наемники оказались в затруднительном положении. Количество смертей продолжало расти. Напряженная битва тянулась до рассвета. Оставшиеся ночные мотыльки наконец отступили, и военные смогли получить передышку. В течение одной ночи погибли по крайней мере несколько тысяч солдат. Это была первая битва с такой высокой смертностью с начала катастрофы. Бесчисленные трупы были помещены в мешки с трупами и отправлены на заднюю линию. Многие члены семей солдат жили в городе. Они пожертвовали собой не только из-за их гордости, но и ради своих семей. Трупы солдат были распознаны их семьями, и ночь наполнилась скорбными воплями, эхом разносящимися по городу. Солдаты лишились своих соратников, с которыми всего несколько часов назад смеялись и шутили. От этого моральный дух на базе сильно пострадал. После прошлой ночи все были сильно измотаны. Они даже не могли снять броню, так как был риск экстренного нападения, поэтому солдаты разбежались и снять броню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok